Добрый день, уважаемые дорогие участники вебинара, рада вас приветствовать. Меня зовут Екатерина, я представляю ленд-агентство The Cotion Emotion и сегодня выступлю перед вами в качестве модера. Рада также приветствовать наших спикеров. Это Ника Бирман, генеральный директор Майдемен Чартер Клаб и Петр Десятов. Он у нас менеджер нашего направления. Общее время вебинара максимально 2 часа включаю и выступление. Ответы на вопросы и, конечно же, розыгрыш. Обращаю ваше внимание, что в розыгрыше примут участие слушатели, которые останутся с нами до самого конца. Если по ходу выступления спикеров у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите их в чат, где выступающие смогут их прочитать, ответить на них. Также обращаю ваше внимание, что мы ведем запись. Запись у нас дублируется на YouTube. И я думаю, что можем приступать к слову Вероники Бирман, генеральному директору Майдеми Чартер Клаб. Добрый день, дорогие коллеги. Можно, пожалуйста, на следующий слайд? Меня вы, возможно, уже немножко знаете. Если вы когда-нибудь держали в руках толстый-толстый справочник тонкости продаж, помните такой, если помните, ставьте плюсики в чат, там была серия статей «Дайвинг без лирики». Вот таким образом мы с вами заочно знакомы, потому что это мои статьи. Возможно, вы даже помните мое имя или что-нибудь. Если кто-то их помнит и читал, пожалуйста, тоже. Вот вижу плюсик. Если кто-то читал статьи, пожалуйста, об этом напишите. Мне будет приятно. Так, немножко у меня съехал вид. Сейчас, секундочку. И я занимаюсь мальдивскими сафари с 2004 года. Если посчитать, это 18 лет. Я очень люблю этот продукт. Я лично видела 56 яхт, уже, наверное, 57 из 134, которые есть на Мальдивах. То есть почти половину флота я посетила лично. Из оставшейся половины, как минимум половины, те, которые не интересуют российский рынок. Когда мы говорим круиз, когда мы говорим круиз, вижу, запустилась запись у нас, нашего мероприятия. Когда мы говорим слово круиз, мы подразумеваем обычно огромный круизный лайнер, какие-то там тысячи туристов, на нем бассейны, весь бильярд и анимация. У нас совсем другая история. У нас, и в том числе, я не могу назвать это яхтингом, то есть мы не говорим яхтинг на Мальдивах, потому что яхты, это обычно, ну, вот эти вот яхты около 36 футов, какая-нибудь Бавария, да, с маленькими каютками, в которые ты влезаешь почти как в палатку, маленькими санузлами, там можно нанести повар, можем сами себе готовить. В общем, это на самом деле специфический по комфорту отдых, поэтому это и не яхтинг. Так что же такое сафари на Мальдивах? Сафари на Мальдивах – это круизы на яхтах суперкласса, суперклассу 35 метров, ну, окей, да, бывают яхтки 32, но они все равно, которые работают по принципу плавучего отеля. То есть, с одной стороны, у вас полный отельный комфорт, у вас номер, как в отеле, просто немножко поменьше, но со всеми удобствами – душ, туалет, горячая вода, кондиционер с индивидуальным контролем, шкафчик, куда можно убрать вещи, тумбочка, тумбочка. Так, мне говорят, что я очень быстро говорю, я постараюсь говорить помедленнее. Окей, коллеги подсказывают. Если что, можно потом прослушать запись, поставить ее просто на медленное замедление и прослушать еще раз, я шучу. Просто очень не терпится поделиться с вами нашим любимым продуктом. Так вот, значит, круиз. У нас комфортабельный номер в отеле. Четыре этажа яхты. Ну, можем сказать, четыре палубы, это неграмотно с точки зрения морской, но нам с вами, я думаю, что нормально. Четыре палубы яхты. Все удобства на борту. И при этом, если вы помните, на Суахиле слово «сафари» означает как раз путешествие, путешествие с целью наблюдения. То есть наша яхта будет перемещаться по самым интересным местам Мальдивского архипелага. Я просто шучу, что когда вы прилетаете на Мальдивы в отель, вы не видели Мальдивы. Вы видели один остров, 200 на 300 метров. Если меня на этом острове оставить, то на второй день я знаю все камни и пальмы, на третий день начинаю давать имена, на четвертый с ним разговаривать, потому что лично мне скучно, я не поседа. Наши сафари выстроены так, что там все время будет происходить что-то интересное. В прямом смысле слова. Все время. При этом для тех, кто любит забраться на шезлон, или в тенечек, или на солнышко, и чтобы его никто не трогал, такая возможность тоже будет. На яхте полно места, где вы можете уединиться с книжкой, с вкусным коктейлем, но даже при этом, если вы сидите и ничего не делаете, рядом с вами проплывают великолепные изумрудные Мальдивские острова. Причем я открою маленький секрет. Вид с яхты лучше, чем с берега. Почему? Потому что с берега вы видите море, и море, и море. Ну или вы видите соседний остров, но он как бы плоский. Когда вы на яхте, вы на третьем или на четвертом этаже, вы видите остров, эти как бы сверху вниз. Это, честное слово, самый лучший вид на Мальдивские острова. Для того, чтобы начать продавать сафари, что нужно сделать? Первое, это сказать туристу за эту фразу, а давайте на яхту. Он спросит, зачем, почему? Об этом мы с вами сегодня будем говорить еще около часа. Зачем и почему это так здорово? Почему туристам так нравится? Почему они возвращаются на яхты? Обязательно у нас все туристы повторные. Пока я расскажу, почему вам будет легко работать с этим продуктом? Почему здесь нет никакой высшей математики, никаких хитростей, никаких подводных камней? Мы стараемся все подводные камни для вас доставать, сушить и вам их показывать. Как я уже сказала, первое, каждая яхта – полноценный, комфортабельный отель в океане. У нас нет кают без окон, как бывает на круизных лайнерах. Нет, у нас все каюты или с окнами, или с улюминаторами. Но какой-то, значит, выход на свежий воздух есть. Во всех каютах есть кондиционер, во всех каютах свой санузел. То есть никакого вот этого «упс, вы поселили клиента в шкаф без окон и без санузла», такого у нас не бывает. Маленький комфортабельный номер в отеле. Второе. Каждый наш круиз – это очень насыщенная, увлекательная программа, даже если вы вообще забыли посмотреть, что там есть. То есть если вы посадили клиента на нашу яхту, у него комфортабельный номер и совершенно улетная неделя приключений. Вам для этого ничего сделать не надо. Это наша забота. Ваша задача – его посадить на яхту. Третье. Простое прозрачное ценообразование. У нас, в отличие от яхтинга, от аренды мегаяхт по контрактам MYBA, нет никаких хитростей, когда вам нужна вот цена за яхту, вот отдельный страховой депозит, вот отдельная страховка, а вот еще, значит, сбор, из которого будет заплачиваться еда и топливо, и сколько вы потратили за круиз, вы узнаете как бы в конце круиза. Ничего такого нет. Продается точно так же, как отель пакетом. У нас есть цена, если мы говорим, одного человека вы сажаете, цена за неделю. Да, есть зеленый налог, как на Мальдивах вы, наверное, знаете, мы всегда пишем вам, включенный, или 42 доллара оплачивается на борту, и есть включенные услуги. Никаких вот этих хитростей, непоняток, ничего нет. Вот у вас цена за неделю, вот зеленый налог, все, поехали. Дальше тоже, как в отеле, моторные виды спорта будут за доплату, алкоголь за доплату, если им нужна аренда дайвинг-соряжения, оно за доплату, как с горными лыжами, да, вы едете у вас свои лыжи, или вы берете френ. Тоже никаких хитростей нет, все вам будет очень логично и понятно по сравнению с отельной историей. Ну, и есть бонус, мало того, что это, в принципе, легко, удобно, просто и понятно продавать, мы с огромным удовольствием работаем с агентствами, мы очень любим этот продукт, и у нас поддержка буквально 24 на 7, ну, туристов, если они в поездке, ваши туристы в поездке, то 24 на 7, конечно, по вопросам, если тур через полгода, лучше не писать в 11 вечера субботы менеджерам, но в целом вас не бросят, будут терпеливо отвечать на ваши вопросы, и мы очень любим агентов, которые задают много-много-много вопросов, для нас это означает, что вы хотите понять продукт и лучшим образом отработать с клиентом, чтобы он был доволен, поэтому мы рады вашим вопросам, у нас никто никогда не гаркает, смотрите на сайте, да, всегда с удовольствием расскажем, потому что продукт штучный. Настя, можно, пожалуйста, дальше. Мы поговорим обычно, когда вы говорите клиенту, а поехали на яхту, а вы услышите что-нибудь из пяти пунктов, которые я озвучу дальше. Мы начинаем с мифов и страхов о круизах. У меня морская болезнь. Здесь есть несколько моментов. Первое. Обычно те люди, у которых морская болезнь есть, они о ней знают. То есть, как бы, это не то, что у меня наверняка морская болезнь. Нет, если человек не знает, они весьма вероятно, у него его нет. Более того, очень часто бывают люди, которых укачивает в машинах, но не укачивает на яхт. Во-вторых, есть драмина на те случаи, если все-таки укачало, оно работает. У нас на борту всегда лежат местные аналоги драмины, если кому-нибудь нужно вдруг чуть-чуть себя поддержать. В-третьих, маршрут яхты построен очень умным способом. Мы путешествуем внутри атоллов. То есть, атолл – это конгломерат из кучи-кучи маленьких островков. Яхта заходит внутрь, а большие волны остаются снаружи. То есть, в принципе, идем с той стороны, внутри атолла, где вам поменьше. А во-вторых, мы еще выберем ту сторону атолла, которая дальше от метра. То есть, мы будем выбирать самую спокойную воду. И на стоянку яхта ставят самые спокойные лагуны. Но для нас это, в первую очередь, безопасность яхты и безопасность туристов, а для туристов это комфорт. Яхта не будет специально исти по большим волна. Да, значит, у нас за неделю есть два больших канала, которых мы пересекаем. Это каналы между атоллами. Переход занимает где-то три-четыре часа. И перед этими переходами команда скажет, что, ребят, нас сейчас будет немножко качать. Вот драмина там на баре. Кому надо. Но это два раза за неделю. Туда нам надо пересечь и обратно. И есть еще дополнительные вещи. Это огромные яхты. Это не маленькие яхты. И в принципе, если качают, то как бы очень медленно, ленивые, неторопливые. Они как маленькие лодки в каждой проекции. И, во-вторых, действительно привыкаешь. Бывает, в первый вечер все такие, ой, мы на воде. Как-то я ощущаю нестабильность. На второй, на третий день все проходит. Вестибляр на барат подстраивается. И потом случается, знаете, это забавное ощущение, когда ты сходишь обратно на берег. И первый день у тебя весь берег немножко качается, потому что, да, Петр что-то хочет сказать или он говорит, что он испытывал это? У тебя звук выключен, Петр? Звук выключен? Да, я хотел ставить пять копеек. То есть, я сделал сейчас домашнюю работу и, как сказать, изучил вопрос, как строились атоллы, почему там нет волн. И, собственно, как ехтсмен, вот именно тех, которые спас парусных, забрал вопрос, как это вообще происходит. Если хочешь, я могу вставить или можем дождаться до конца? Нет, нет, говори, говори, почему мы вдвоем, два сведущих. Я не знаю, как переключить, чтобы показывался мой слайд. Я тогда покажу просто на своем экране. Вот, смотрите. Смотрите, вот так вот строятся атоллы. Так, сейчас. Вот таким вот образом сейчас на экране у вас видно схема, как исторически появлялись атоллы. Тут здесь даже мультик красивый. Ну, смотри, если у тебя прям большая какая-то справа... Вулканы? Нет, это на секунду. Изначально это были вулканы, потом эти вулканы засыпали, обрастали кораллами, кораллы стали основной стеной, и у нас получилось такое блюдце. А дальше, собственно, слайд о том, почему внутри атоллах нет волн, потому что вот эти вот блюдца, краешки блюдца, они по сути работают такими не искусственными, а наоборот натуральными волнорезами, и, собственно, никаких волн там нет, и, как говорят у нас серферы, если вы хотите серфить на вейвборде, то вы идете за пределы атолла и встречаете волну там. А если вам хочется спокойно пожить на яхте, то вы входите внутрь атолла и здесь уже чилите без какой-то там... Я все время путаю не звездной, а морской болезни. Болезни, да. И получаете удовольствие. И без звездной болезни тоже, да. Да, ну, слушай, после отдыха на таких яхтах не включить звездную болезнь, это, наверное, сложно бывает у наших клиентов, поэтому... Может быть, может быть. Смотрите, классная была картинка, я очень рада, что мы ее посмотрели. Верните, если можно, презентацию, экран с презентацией. Только, смотрите, есть небольшая хитрость. На Мальдивах каждый вот такой островок, в принципе, каждый ваш отель, это и есть атолл. То есть, очень правильную картинку показал Петр. Вот был вулкан, он оброс кораллами, вулкан со временем и разировал, осыпался, кораллы остались, на них нанесло песочком и вот наросли деревья, появились и так далее. Но на Мальдивах еще и конгломераты вот этих островков называются атоллами, административное отделение. Вы, наверное, слышали, ну, вы знаете, по-толям Северный Мале, Атол, Южный Мале, Атол, да? Это не один остров, это, на самом деле, пучка вот этих островков, которые появились именно тем способом, о котором рассказал Петр. Окей, можно... Да, я, кстати, да, 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 это хорошая поправка. То есть, смысл в том, что один остров, вот это блюдце, это как раз места, где потом создаются острова. То есть, да, многие, если посмотреть описание мальдивских отелей на разных сайтах тех же туроператоров, то бывает, вот на этом атолле находится там такой-то отель. И ты понимаешь, что человек, который писал этот текст, он не понимает, что остров этот так и есть. Остров, он никак не изменился в этой терминологии. Именно атолл, это конгломерат островов, который вот там, вот этой вот схеме, обычно составляет круг от бывшего кратера. Но теперь, да, как бы теперь он уже стал... То есть, атолл, это конгломерат атоллов, такая путаница, я надеюсь, мы не очень вас сейчас запутали. Атолл, вот есть Москва, а есть Московская область. Есть Екатеринбург, а есть Екатеринбургская область. Также есть, так скажем, остров, какой-нибудь, я не знаю, Мале, и есть атолл Мале, то есть это конгломерат уже большого острова. Это как специалисту по Мальдивам людям, я считаю, что нужно знать. Я согласна с тобой, потому что, во-первых, это интересно, во-вторых, это важно. Следующий вопрос, можно ли с детьми на яхты? Можно. Мы не очень рекомендуем на сафари приглашать детей до 7 лет. Почему? Потому что яхты никак не оборудованы для безопасности детей. И в этом случае на родителей ложится большая нагрузка. То есть, условно говоря, круглосуточное наблюдение за ребенком, который может в любой момент, если ему 2-3 года, решить шагнуть за борт, и никто ему не помешает. Значит, команды не следят за детьми, только если родители не привезли с собой няню. При этом, при том, что от 7 лет мы спокойно берем детей на борт, очень часто приезжают родители с детьми всех возрастов, вообще любых возрастов, и обычно все проходит прекрасно. Есть несколько яхт, флот Макан, мы о них поговорим, которые в случае, если оба родителя дайвера и ныряют, за 150 долларов в неделю готовы во время погружений последить за детенком. Но только во время погружения. То есть, родители ушли нырять, ребенок под присмотром, родители вернулись, им ребенка вручили обратно. Таким образом, оба родителя могут наслаждаться погружениями за неделю. Следующий, пожалуйста, слайд. Дальше бывают такие вопросы, типа, там скучно, может быть, некомфортно, может быть, дорого. Мы сейчас обо всем поговорим. У нас на борту гораздо интереснее, чем в любом мальдивском отеле, потому что нам доступны все отельные развлечения и даже немножко больше. И, как я уже говорила, даже если ничего не происходит, вы просто сидите на верхней палубе и пьете свой любимый коктейль, мимо вас все равно проплывают восхитительные мальдивские пейзажи. Это такой восторг для глаз. По поводу никакого комфортного отеля. Мой интересный миф о наших сафариях. Все, когда видят эти огромные белоснежные яхты с джакузи под открытым небом, значит, с лежаками-шезлонгами, все считают, ой, я, наверное, это не потяну. Отдых на мальдивском сафари, на такой яхте, дешевле, чем мальдивский отель с таким же количеством развлечений. Давайте я приведу вилку. Например, вообще наше мальдивское сафари недельно с едой, с фантастической программой, о которой мы сейчас с вами поговорим. Значит, на яхте эконом-класс, это три звезды, от 1100 долларов на человека плюс перелет, на суперпонтовой яхте, где включены СПА-процедуры по волноценном СПА-центре. Все-все-все крутое. В супер-каюте с огромным овальным окном на океан, 4500 долларов, это максимум. Средняя цена на хорошей яхте, которую я бы рекомендовала всем туристам, максимальная цена-качество где-то от 1800 до 2200 долларов. Разве это дорого? За полный пансион и кучу развлечений на Мальдивах за неделю. Скажите мне, что вы думаете об этом в чате, пожалуйста. Напишите, дорого или нет. 1800 или 2200 долларов за неделю на взрослого с едой на Мальдивах на уровне 5 звезд. Не люкс, а такие просто будут очень качественные. Хорошо. Пожалуйста, следующий слайд. Ждем следующий. Есть? У нас сегодня просто... У меня, к сожалению, коллеги, я прошу прощения, у меня оказался сломался Zoom на ноутбуке. Это очень странно. Ноутбук работает, а Zoom нет. Поэтому мне приходится сегодня выходить с телефона. И коллеги переключают. Есть следующий слайд, да? Даже не могу. Так, чтобы я это видела. Окей. Что говорят клиенты, да? Вот отзывы. Это был лучший отдых в моей жизни. Я думаю, будет скучно. Такой драйв, да, мне даже времени на все не хватило. Боже, какой непосторименький. Лежать в джакузи на верхней палубе, вдохновлять морской бриз, потягивать любимый коктейль, наблюдать, как мимо плавают эти восхитительные зумбудные острова. Вот. И, например, роды корпоративной группы, которые взяли его на три дня всего. Я их очень уговаривала. Они такие, никто так к нам пристал, что давай мы на три дня возьмем твою яхту, но на четыре все равно отель, потому что вообще идея была в отель. На три дня они отклавлены яхте, на четвертую заселились в Сан-Айленд, на следующий день позвонили. Такие, Ника, можно яхту обратно? На последние два дня нам так понравилось, что никто не хочет оставаться в отеле теперь. Вот. Следующий слайд. И следующий сразу. Значит, чем хороши мальдивские сафари? Все фотографии, которые вы видите, это не стоковые фотографии. Это фотографии с наших яхт, которые мы с вами продаем. Кто-то начнет продавать, кто-то уже продает. Все фотографии реальные. На любую яхту можете ткнуть вам пальцем. Я вам могу сказать, что это, кто это и сколько стоит. Значит, за неделю мы посетим пять атоллов. Как мы подробно объяснили вам с Петром, это не в смысле пять островков, а пять конгломератов островов. У нас маршрут пролегает Северный Малиатол, Ари, Северный Ари, Южный Ари, Вавуатол, Южный Малиатол и обратно в Северный Малиатол. То есть мы делаем круг по пяти конгломератам мальдивских островов, по пяти атоллам. Яхту на переходах часто сопровождают дельфины. Это еще один момент. Даже если вы ничего не делаете, все равно происходит что-то интересное. По ночам, естественно, потрясающий старгейзинг. То есть если вы на верхней палубе, мы выключаем весь свет, яхта стоит в лагуне, не рядом с городами, нет засветки, и у вас над головой купол 360 градусов звездного неба, где видно спутника, где видно Млечный Путь, часто лунное гало. Это отдельное реальное удовольствие, когда у тебя бар вот таким открытым небом. И сафари очень гибкие, яхту можно взять на полный фрахт, и в этом случае любой каприз, если вы хотите джаз-бенд, мне дать ему мостровина, юбилей, если вы хотите свадьбу с аркой, с пальмовых листьев и так далее, все это организуется по запросу. Что у нас включено в программу? То есть за одну неделю, вот я сейчас вам перечислю, потом мы по дням пройдемся, но что у нас туристы с вами попробуют? Если у них есть сертификат дайвера, включен дайвинг, 16-17 погружений за неделю. Если сертификат там, если нет сертификата, как нет водительских прав, нет прав, нельзя взять машину и ее водить. Снорклинг, то есть снорклинг с огромными мантами, это огромные без обиды скаты с размахом крыльев до 4,5 метров, безумно красивые, очень дружелюбные, любопытные создания, это самая умная рыба на планете Земля. И ночное кормление этих самых мант. Китовая акула и ночью, и днем. Китовая акула самая большая рыба на Земле. Смотрите, вы за неделю увидите самую умную рыбу и самую большую рыбу на планете Земля. Китовые акулы безобидны, они питаются планктоном, фугаться их не надо. Барбекю на непитаемом острове при свете факелов. Снорклинг с десятками акул-няник. Акулы-няньки не питаются планктоном, они питаются всякими мелкими рачками на дне, они могут укусить, но они не кусаются. По поводу акул, как бы дайверам мне это объяснять не нужно, а когда вы еще пока не дайверы, мне нужно вам сказать. Проблема с акулами в том, что акулы боятся людей больше, чем люди акул. И когда мы делаем ночной снорклинг с акулами-няньками, значит, первые 10 минут все такие, ой, подо мной акула, под тобой акула, значит, куча шуточек всяких разных на тему, кто как себя чувствует в одной высоте с акулой. Через 15 минут мы просим не трогать акул, через полчаса ты просишь туристов не кататься на них верхом, потому что люди настолько осмелевают и настолько быстро понимают, что акула, в общем-то, как собака дворовая, она может быть ласковая, может тебя бояться, может гавкать, но они очень похожи. И няньки, они очень дружелюбные, они там подваливаются под бочок, если ты на дне лежишь, как дайвер, и реально люди начинают как бы нарушать их уже границы, и вот тогда акула может цапнуть, как собака, как кошка, если ты что-то делаешь, что ей не нравится, она может реагировать. Понятно, что укус акулы чуть менее приятный, чем они, не очень большие, у них не очень большая пасть, но это все равно не так приятно и не так безобидно, как кошка, но с собакой можно вполне сопоставить. Я к тому, что это огромное удовольствие для людей, и всегда вот этот опыт, когда вау, эффект, никогда так был в жизни, первый раз такой, и так далее. Каяки, садборды, высадки на песчаные косо-небитаемые острова, значит, у нас несколько раз в неделю, в зависимости от яхты, от двух до пяти раз в неделю у нас обязательно есть белый песочек. На самом деле, сейчас уже от трех, все стараются больше добавить пляжей, и зависит еще от состава группы на борту, если много не дайверов, будет больше пляжей. Конечно, Петру, говори просто, подключайся, когда тебе нужно, и все. Я хотел добавить, что мы как раз с тобой в прошлом году еще делали прямой эфир с океанологами из Акмосквариума, как раз посвященных акулам, стоит ли их бояться. Ты нам рассказывал много смешных историй от мальдивцев и других людей. Я сейчас в чат выложу как раз ссылку на это видео, то есть люди, те, кто нас смотрит, в итоге можете посмотреть и это видео тоже. Я считаю, что-то достаточно полезное, но, по крайней мере, и сами бояться не будете. Это очень классная идея. Да, спасибо большое. Коллеги, посмотрите, это в принципе про туризм с акулами, про водный туризм и про поведение акул и как их понимать и бояться. И, кстати, в свете недавно произошедшего в Египте, дайверы знают, почему это случилось, там были предпосылки. В свете произошедшего в Египте, в общем, если ваше познание об акулах ограничивается фильмом «Челюсти», пожалуйста, обязательно посмотрите тот эфир, который Петр сейчас выложит в чат, поверьте, вы измените свое отношение к акулам и понимание подводного мира. Акулы очень важная часть экосистемы, это санитары рифа, также как ловки санитары леса. И если мы уничтожим акул, что старательно делает человечество, мы скоро останемся без рыбы вообще. Там рассказано, по-моему, в этом вебинаре как раз почему и как это устроено. Окей, подытожим, все, что я перечислила, включено в стоимость. Будут высадки на пляже, острова, барбекю на необитаемом острове при свете факелов, дайвинг, снорклинг каждый день. Высадки сейчас уже, ковид, ограничения закончились, можно высаживаться на обитаемые острова. Сапы, каяки, unlimited, включено в стоимость. Следующий слайд, пожалуйста. Что у нас не включено в стоимость и, например, зависит от яхты. Джакузи под открытым небом есть на большинстве яхт. Если она там есть, конечно, можно залезать вечером с бокалом просека в джакузи и получить удовольствие. На некоторых яхтах есть по утрам йога, на некоторых яхтах есть спа, подводные скутеры и гидроциклы, бананы, бейкборды, ватрушки, венсерфинг, серфинг, рыбалка на крупную рыбу. То есть рыбалка в национальном стиле, это лески с крючками, наживкой, это бесплатно, оно включено. Если кто-то хочет полноценную спортивную рыбалку, там на Ваху, на Тунцов, на Марлина, это организуется за доплату. Гидроциклы, если есть, организуются за доплату. Тоже же как с отелем, вы смотрите, какие штуки в отеле есть, сколько там ресторанов, сколько там бассейнов. У нас то же самое, только по водным видам спорта. У любой яхты есть раздел игрушки, где вы видите, чем на борту может человек развлечься. Правила работают очень просто. Немоторные виды спорта бесплатно, моторные за дополнительную плату. Пожалуйста, следующий слайд. Подытожим, в целом я считаю, что на сафари в два раза больше впечатлений, чем могут предложить отели каждый день. И что важно, вам не нужно, вашим туристам, или вам не нужно все время смотреть на кошелек и думать, еще 150 баксов за это отдать, еще 100 баксов за выезд на снорклинг, еще 150 на тот остров, а 200 на этот, это очень дорого на Мальдивах. У нас вы просто наслаждаетесь жизнью неделю, и никто вам не выставит огромный счет в конце, если это не алкоголь. Это отдельная история. Пожалуйста, следующий слайд. Еще из преимуществ проживания на яхте. Как говорят психологи, лучший отдых для нас это смена деятельности. Это не отсутствие деятельности, а смена, когда у нас что-то в жизни происходит не так, как обычно. Вот яхтенный быт, это в принципе потрясающая совершенно экзотика. Во-первых, у вас четырехэтажный дом на плаву, и он весь ваш. В каюту мы приходим только спать. Я всем говорю, а нам надо ли доплачивать за каюту? Если у вас ханимун, и вы хотите вид на океан с определенными задачами, ради бога. В остальных случаях вы будете приходить в каюту спать. Иногда еще перед обедом оплоснуться пресной водой в душах. Все. Все остальное время вы проводите на яхтах. На солнечной палубе вы загораете. На теневой палубе вы можете посидеть в тени. Можете залезть в джапузи, можете посидеть на носу яхты, на корме. Везде оборудованы прекрасные зоны для отдыха на свежем воздухе, и при этом есть кондиционированный салон для тех, кому, например, днем очень жарко на Мальдивах с домашним кинотеатром, бывает еще с караоке. Поэтому вы в этом доме живете неделю и везде перемещаетесь. Второе и отдельное удовольствие. На яхтах мы ходим босиком. Это яхтенная традиция. Это нужно и для того, чтобы обезопасить дорогой тиковый пол яхты от острых каблучков, и чтобы вы не подкользнулись и не выскользнули своего шлепка, если вдруг яхта неожиданно качнет. Конечно, если кому-то некомфортно, можно ходить в мягких тапочках, в вьетнамках, в чем угодно, но обычно первое, что мы делаем, когда туристы приезжают на яхту, мы отбираем у них обувь, кладем ее в ящик, и вы неделю про нее не вспоминаете, потому что все поездки на Снортвинг куда-то, это босиком, высадки на пляжи, острова, белый пудровый мальдивский песок, босиком, по неделю не вспоминайте про обувь, это отдельная такая роскошь и привилегия. Конечно, яхта очень федемичная, инстаграмные фотографии на фоне яхты, на носу яхты и так далее, это однозначно, и кухня, у нас вкусно кормят, конечно, не такой богатый выбор еды, как отеля, потому что с одной стороны, ну, в отеле 150, 300 человек, да, у нас 20, но есть плюс, кухня адаптируется по пожеланиям клиентов, повара выходят к гостям, говорят, как вам все вкусно, а что приготовить, вам поострее, а вам не остро, окей, то есть повара каждый работают, да, с группой на борту и они адаптируют кухню, в целом кухня всегда международная, всегда есть выбор, обычно это там два горячих, два гарнира, два салата, два там, всегда свежие фрукты, да, всегда десерты, и на ужин какие-нибудь десерты, правильно, и еда вкусная. Следующий слайд, пожалуйста, и сразу следующий, типа «Звездное небо», я уже рассказала, не буду повторяться, и отдельный, конечно, кайф по яхтам, это атмосфера на борту, на второй день вы знаете всю команду и всю группу, да, на яхте максимум 20 человек, экипаж у нас 15 человек, на второй день нет незнакомых лиц, нет чужих людей, это очень комфортная атмосфера, уютная и домашняя. Дальше, пожалуйста, два слова про нас, Мальдивен Чартер Клаб, да, мы признаны лидером по мальдивским сафари, у нас самое большое количество контрактов, эксклюзивных контрактов, за счет этого на многие яхты у нас лучшие цены, и самое главное, никто не знает эти яхты лучше, чем мы. Объясню, яхты на картинке совсем не то же самое, что яхты на самом деле, вы тоже, наверное, знаете, да, там фотографии в отеле каталога, все нормально, потом приезжают туристы, присылают вам ржавый душ, песневелую плитку и так далее, и так далее. Вот яхт, состояние яхты убивается в море быстрее, чем отель, и если за яхтой плохо следят, она через полгода уже теряет товарный вид, если хорошо следят, то через год, раз в год у нас косметический ремонт на яхтах обязательно. И мы видим состояние яхт вживую, мы их регулярно инспектируем, и мы знаем, то есть есть яхты, которые фантастически выглядят на картинках, но мы их никогда не продаем, потому что первое, что сделают клиенты, когда войдут на борт, они позвонят своему трагенту, скажут, забери меня срочно отсюда, пожалуйста, обратно. Мы такие яхты не продаем, мы их знаем. Плюс мы знаем те вещи, которые вы не можете увидеть по картинках. Это атмосфера на борту, хорошо ли работает команда, вкусно ли кормят, нет ли запаха в каютах, которого тоже не передашь фотографии, он там может быть в случае технических неисправностей, или просто если там давно не протещали трубы, условно говоря. И плюс мы работаем в режиме одного окна, то есть если вам нужен отель до после сафари, еще какие-то услуги, организация события, мы все это для вас закроем. Пожалуйста, следующий слайд. Да, лучшие ценные условия для турагентств. Мы работаем со всеми яхтами на Мальдивах, то есть даже если вот Новый год срочный запрос от вип-туриста и на Мальдивах есть хотя бы одна свободная яхта, мы ее найдем. И мы очень любим нашу работу, что может быть лучше, чем работать с людьми, которые являются фанатами своего дела. Теперь переходим к самому интересному, это как проходит наш маршрут, собственно говоря, прям по дням, что мы делаем на наших сафари. Это ориентировочная программа Куиза, но в среднем примерно так и происходит. Пожалуйста, следующий слайд, там день номер один у нас. Ваши туристы прилетают в международный аэропорт Мале. Их встречают в аэропорту, там же, где отельные гиды. Ждем, пока группа соберется, то есть пока все туристы с этого рейса выйдут там и дойдут до нашего гида. После чего группу, ну то есть если, например, нужно ждать какое-то время, там есть кофе, ну, фудкорт с интернетом, да, где можно посидеть, попить кофе. То есть какое-то время ждем, пока группа собирается. Не день со всех рейсов, да, а вот с того рейса, который прилетел, или если рейсы прилетают там в 10-15, 10-30, вот с этого, с этого количества рейсов. После чего туристы переходят через дорожку, там, где лодки отельные, да, если вы были на Мальдиву, помните, собирают туристов, только вместо отельной лодки приходит наша дайвинг-дония. У нас с лодкой, об этом расскажу, ходят сопровождающие суда, два, где дополнительно лодки ходят. И вот одна из них, большая, на которой обычно дайверы ездят нырять, приходит, забирает туристов, и через 20 минут они на яхте. Трансфер очень простой и удобный. Вышли из аэропорта, подождали, пока группа соберется, сели на доне, через 20 минут вы на яхте. Как обычно, чек-ин, как в отеле, да, заполнили анкетку, пришли в каюту, освежились, обязательно обед, и после обеда у нас в этот день два мероприятия. Обязательно приветственный брифинг, это где-то час-полтора, гостям рассказывают про быт на яхте. Почему у нас звонит корабельный колокол, рында? Обычно, если звонит корабельный колокол, значит, сейчас будет что-то интересное. Обычно это завтрак, обед или ужин, выезд на дайвинг, выезд на снорклинг, выезд на пляж. То есть туристам не нужно сидеть, бегать и смотреть на часы, во сколько у нас то-то-то-то-то-то-то. Когда яхта пришла на локацию, и сейчас мы поедем купаться или что-то, звонит корабельный колокол, это тоже часть нашей яхтенной романтики. Рассказывают, как что работает на яхте, как будет проходить круиз, ознакомят с командой, и в этот день мы стараемся уже делать первую фан-активность. Это, как правило, снорклинг со скатами-хвостоколами, место, которое называется Stingray City. У дайверов проверочное погружение, не дайверы едут сноркелить, и можно в этот день уже плавать за яхтой. Яхта первую ночь стоит в порту, рядом с Мале, но обычно гости приезжают, им нужно просто выспаться после перелета, поэтому вот первых впечатлений хватает, плюс коктейль на солнечной палубе по желанию, и ужин. Ранним утром мы просыпаемся уже в другой локации. Значит, мы, все программы круизов составлены таким хитрым образом, что все переходы или тогда, когда гости спят, или когда они поели, и вот первый час после еды делать ничего не хочется. Честно, особенно если это обед, вы вернулись с погружения или со сноркелинга, куча впечатлений, уставшие поели, и дальше реально хочется не поделать ничего хотя бы час. И вот эти хитрые промежутки временные яхты используют, чтобы переползти на другое место. И когда гости уже готовы к следующим приключениям, хоп, а мы уже на новой локации. Это действительно очень удобно. Значит, как проходят вообще стандартные деньги, чтобы прям каждое расписание каждого дня недели вам не рассказывать, один раз его расскажу, а дальше скажу, чем эти дни будут отличаться. Каждое утро дайверы встают в 6 утра. Так, коллеги говорят, есть вопросы в чате, я опять-таки из-за своих технических сложностей сегодня их не вижу, поэтому давайте мы в конце сделаем сессию ответов, вопросы на ответы, кто-то будет мне их зачитывать, а я с огромным удовольствием буду на них отвечать. Я обожаю ваши вопросы, большое спасибо, что вы их задаете. Просто сделаем эту сессию в конце. Значит, в 6 утра просыпаются дайверы. У них чашка кофе, бананы, печеньки и утреннее погружение. В 8 утра мафия засыпает, просыпается в город. В смысле, в 8 утра все вместе завтракают, полный общий завтрак на яхте. После завтрака, то есть час отдыха, потом какая-то активность. У дайверов второе погружение, у недайверов смотря что у нас рядышком есть. Или снорклинг, или высота на пляж, или если на яхте есть спа, пожалуйста, спа-салон открыт в течение дня, или водная активность. Значит, в 12.30 обед, час отдыха и то же самое. Опять, у дайверов погружение, у недайверов, пожалуйста, пляж, водные виды спорта, снорклинг будет разное. Обычно мы даем два выезда на снорклинг каждый день. Помимо этого, обычно во второй половине дня есть пляж. Если есть пляж, значит, есть водные виды спорта. У нас еще, забыла сказать, на яхтах есть горки, 11-метровая надувная горка с четвертой палубы вниз в океан, это вух, как здорово. Она один-два раза в неделю обычно ставится, гостям хватает. В 16.30 у нас всегда полдник. В 16.30 какие-то кексы или сэндвичи с тунцом, что-то такое, обязательно каждый день. И в 18.30 или в 19.00, в 19.30 ужин, как раз после заката. Это расписание сохраняется каждый день. То есть у нас завтрак, обед, ужин, у дайвера начинают погружения. Между этими прямыми пищей у нас какие-то активности, но у нас каждый день есть вау-фактор, каждый день уникален. Значит, в первый день у нас норклинг со скатами, их там реально очень много, то есть это действительно вау-история, не просто где-то там один проплыл, мы его увидели. Они там просто реально киш-мя-кишат, скат и мурен. На второй день у нас ночной дайвинг или снарклинг с мантами. Это огромные скаты, гиганты, 4,5 метра размах крыльев, самая умная рыба на Земле. Это вот оно. Мы стоим в лагуну, где мы ставим прожектора на воду. Эти прожектора, как, знаете, мошкара летит на лампочке, точно так же на прожектора всплывается планктон, а манты питаются планктоном, и они видят скопление планктона под водой, он еще подсвечен, очень удобно, как на витрине в магазине. И манты приходят и начинают есть. И весь этот процесс, это, знаете, такой охотничий азарт, потому что, значит, вот мы встали в лагуну, вот мы включили прожектора. Следующие два часа все будут ходить и говорить, ну что, уже есть манта? Ну где там манта? Она уже пришла? Она уже не пришла. И мы, например, на нашей яхте принцесс Улу, а мы в этот вечер, пока гости ждут манту, читаем презентацию, лекцию о мантов, что это за звери. У них очень много уникальных особенностей, они же не гарантированы, они могут не прийти. И, значит, все такие придут, не придут. И вот в какой-то момент звучит колокол, крики манта. Значит, дальше поднимается полный ажиотаж. Все бегают с камерами, все, значит, фотографируют, все начинают, а вот смотри, смотри, а вот она сделала бочку, а вот то-то-то-то-то-то-то. Ну, значит, у дайверов погружение, не дайверы могут поснорклить. Проходит несколько часов, все сидят с пивом такие. А вот мы ее так ждали, так вот люди быстро избалуются. Вот она там плавает, а мы же на нее внимания не обращаем. Потому что манты часто остаются на ночь до утра. И то, что люди ждали, как подарков на Новый год в детстве. И то, что потом вызывало, значит, все селфи, все сторисы, весь Инстаграм в этом, через четыре уже такие, да, как же быстро привыкаешь. Вот дикий зверь, огромный, да, редкий, плавает под лодкой, мы привыкли. Так со всеми активностями, это очень интересно наблюдать. Но вот каждая такая активность, это то, что мы каждый день слышим. У меня никогда в жизни такого не было. Это вау, это что-то лучшее в моей жизни. Я не ожидала, что так бывает. Мы вот это слышим на борту постоянно, и это очень дорогие слова для нас. На следующий день. Из вау-фактора у нас барбекю на необитаемом острове. Пляж необитаемого острова. Мы ставим факелы. У некоторых яхт там лед подсветка, да, цветная, кто во что гораст. Если гости хотят, мы можем организовать дискотеку, это цветомузыка и колонка, да, если они хотят там подэнсить. Но, как правило, подэнсить мало кто хочет. Все хотят вкусно поужинать. Мы делаем ужин барбекю, то есть на углях. Действительно очень вкусная еда с десертами, с фруктами. На песке выстраиваются огромные песчаные фигуры, манты, китовые акулы, название яхты. Все очень красиво. И обычно после этого гости просто хотят побродить по необитаемому острову, разбиваются на парочки, идут, смотрят, как планктон светится в воде, смотрят на звезды. Ну, когда ты еще окажешься на необитаемом острове в этой жизни. Поэтому это такой очень интимный романтический экспириенс и опыт. И редко кто хочет безмятежность необитаемого острова на Мальдивах ночью нарушать диско-музыкой и пляской. Такое тоже бывает, и мы с удовольствием это делаем. Да, каждый вечер, кстати, по окончанию активности еще есть две вещи, которые можно делать там до ночи. Это рыбалка с борта яхты. Если мы не стоим в морском заповеднике, то, пожалуйста, катушат с леской, команда подготовит наживку, можно там стоять часами рыбачить, и эту рыбу на завтра приготовят или сделают сашими. Обязательно. Тоже классно потом. А я вот эту рыбу поймала. Это моя рыба. И на обеде начинают спорить, где вся рыба приготовлена. И настольные игры на многих яхтах есть на столке. Это мафия. У нас во рту даже есть флотов. Кто хочет, можно проводить вечер за настолками. Часто в группах это весело и здорово. Или за просмотром, например, фильмов. Это доступно каждый вечер. Я тоже не буду сейчас каждый день об этом проговаривать. Пожалуйста, следующий слайд. На четвертый день мы на Ариатоле уже с севера перебираемся на юг. Напомню, у нас каждый день дайверы три раза ныряют. Два раза мы выезжаем на снорклинг. Это каждая с разной локацией. Тоже уникально, не когда вы на рифе в отеле в этот риф увидели сегодня, вы его увидели завтра, вы увидели его послезавтра. И рано или поздно в этот риф изучите просто вдоль и поперек с опять-таки с именами уже всех рыб. У нас каждый раз вы снорклите в новом месте. Это новый риф. Это новые какие-то фишки. На четвертый день наш вау-фактор ночная китовая акула. Такая же история, как с мантами, только в этом месте мы ждем не манту, а китовую акулу. Поскольку китовая акула самая большая, а рыба на планете Земля не самая умная, а большая впечатляет больше. Ее ждут еще больше, чем манту. То есть такой же азарт. Она пришла, она не пришла. Потом, значит, колокольчик. Ну и в отличие от мантки китовая акула вначале просто несколько раз обычно проходит мимо. Кто-то увидел, кто-то не увидел. А потом она остается часто кушать планктон, открывая-закрывая пасть. И дайвинга с ней нет, только снорклинг. То есть можно оказаться в воде. И такая же история. Поверьте, очень сложно убедить туристов не трогать ее руками. Потому что все-таки это дикое животное. Дикому животному не полезно, когда люди лезут к ней обниматься, но все однозначно совершенно пытаются. Очень сложно это контролировать. Вот. То есть они увидят китовую акулу и поплавают с ней. Следующий день, пятый день. Здесь наш вау-фактор. Это два. Их даже два в этот день. Днем мы ищем китовую акулу днем, чтобы поплавать с ней днем. Это два часа на доне с музыкой. Все стоят. О, там камень нет. Там китовая акула нет. Это камень. А там китовая акула нет. Это тень. Тоже такой охотничий азарт. И если мы находим китовую акулу у дайверов дайвинг, у снорклеров снорклинг, если мы ее не находим, такое тоже бывает, к сожалению, то просто дайвинг, снорклинг на рифе Дюгура. И вечером мы делаем коктейльную вечеринку на пляже. Можно тоже с ужином. Зависит от группы. Иногда просто они хотят не, не, давайте мы тут тусим, выпьем, вернемся ужином на борт. Кто-то хочет еще один ужин на берегу, мы, в принципе, это организуем. И, как всегда, ночью доступна ночная рыбалка и настольные игры. Следующий день, шестой день уже сафари, это четверг, как правило, да, наши сафари начинаются чаще всего с субботы по субботу. Бывают заезды с воскресенья по воскресенье, зависит от яхты ее расписания. В четверг мы перебираемся на Ваву Атол, и наш вау-фактор в этот день дайвинг-снорклинг ночной с акулами-няньками. Вот здесь они есть у вас на фотографии. Они бывают до 4-4,5 метров, достаточно большие звери, они очень дружелюбные к людям. Реально ты лежишь на дне, смотришь на акулу, она рядом с тобой ложится, такая бачок подваливается, и я тут с тобой полежу, это как бы нормально. Плюс там есть огромные скаты, хвостоколы. Здесь вот на фотографии сверху рыбы, это каранц, они очень быстро такими серебристыми стрелами простреливают пространство, охотятся на всякую мелочь или какие-то кусочки прикорма, если кто-то притаскивает для акул, чего не надо делать, это очень плохо, но многие группы делают. И это тоже вау, тем более, что акулы часто приходят к лодке, и вечером уже после ужина все прыгают в воду, потому что вот у тебя тут 2-3-4 акулы вертятся, и вот ты с ними плаваешь, и, конечно, хочется их всех потрогать, погладить, подержаться за хвост и другие части акульевого тела. Тоже вау-фактор, потому что такого нигде ни у кого нет. Следующий, пожалуйста, слайд. Седьмой день, это пятница, мы в первой половине дня, программа продолжается, в этот день можно посетить обитаемый остров, типа Мауфуши, вы наверняка хорошо его знаете, да, Мауфуши, посмотреть, как живут курортные туристы мальдивские, да, может быть, где-то выпить какой-нибудь очередной кокос, чисто как развлечение, как экскурсия, посмотреть на местный остров. И к 4 часам, иногда там с 2 до 4, мы возвращаемся в порт, да, и последнюю ночь яхты тоже проводят в порту, то есть, напомню, да, первую и последнюю ночь мы проводим в порту. И, как правило, в этот день мы стараемся сделать какой-то там ужин в мальдивском стиле, дать попробовать мальдивскую еду традиционную, да, ну, что-то, какое-то мероприятие. И часто тоже мы предлагаем сделать вечеринку на солнечной палубе типа дискотеки. Тоже по опыту скажу, что у людей столько впечатлений за неделю, что они не хотят вот это как бы дискотека-танцы. Наверное, может быть, одна, каждая седьмая группа выбирает подэнсить, но они так наполняются природой, этими видами океана бесконечными, островами, встречей с морскими обитателями, что реально часто им просто не хочется вот этого, уже не нужно. И тоже отмечу, что помимо того, что у тех, кто занимается снорклингом, каждый раз разные совершенно впечатления у дайверов то же самое. Наш маршрут стандартный называется «Центральный атоллый лучше от Мальдив». Почему? Потому что дайверы за неделю собирают все виды мальдивского дайвинга. Это дайвинг на рифах, дайвинг на подводных островках, тилах и дайвинг в каналах. Он очень разный и по динамике погружения по тому, как оно проходит, и по тому, каких зверей вы там наблюдаете, будто ты понырял как минимум в трех разных вообще странах мира, а не на одних Мальдивах. Действительно, настолько дайвинг отличается по своему характеру за эту неделю. И в субботу, в крайний день сафари, легкий завтрак в 7 утра, в 8, чек-ауты, выезд я. Значит, мы пишем «Не удивляйтесь, если ваши гости прислезатся, на яхтах так уютно за счет небольшой компании, таких интенсивных развлечений, такого количества впечатлений, что люди часто уезжают в слезамены на глазах, с ощущением, что как в детстве уезжали из лагеря, когда не хотелось расставаться с друзьями, не хотелось расставаться с этим летним набором впечатлений. Это действительно, на мой взгляд, уникальная вещь, когда люди такие «Я хочу уже обратно, я хочу уезжать, можно я останусь». Вот это вот все. Отмечу у нас чек-аут в 8 утра, чек-ин в 12.30. То есть, если туристы прилетают, например, в 7 или 8 утра, им придется дождаться до 12.30. Раньше мы их на яхту, к сожалению, забрать не можем, потому что яхта проходит полную генуборку между заездами в этот день. Пожалуйста, следующий слайд. Вот гибкость, сейчас слайд, я надеюсь, где помимо стандартной программы для полных практик мы сделаем специализированные круизы. Смотрите, на яхтах можно бронировать каюту, ну, как номер в отеле, а можно бронировать одно место. Это очень классная история для путешественников, которым не с кем поехать, потому что, во-первых, им не надо переплачивать за сингл, они платят за место в двухместном номере, а во-вторых, им будет с кем потусить вечером, да, ну, то есть, яхта все-таки имеет такую групповую динамику, когда все что-то делают вместе. Можно всегда уединиться, но человек на яхте никогда не останется один. Вот как в отеле ты сидишь и как бы все, да, со столиком, вокруг тебя парочки, у нас такого нет. И при бронировании места в каюте яхты гарантируют подселение человека того же пола, а если яхта это подселение не найдет, то есть это не на вас, вы просто взяли место в каюте, дальше вы не переживаете. Но если яхта не находит подселение, то человек бесплатно будет жить один, без доплаты за сингл. Если при этом кому-то хочется жить сингли, то бронируется также кают целиком, да, пожалуйста. Значит, если вы берете, значит, бронирование бывает индивидуальное, один, два, три, четыре человека, бывают групповые, пять, шесть и больше людей. Причем на групповые бронирования есть инсентив, на разных яхтах от разного количества мест одно место будет бесплатно. Вы можете поехать самостоятельно или вы можете продать это место туристам и просто оставить себе мороз. Ну, или подарить это место туристам, да, или там распополамить, в общем, вы сами распоряжаетесь этим местом на групповое бронирование. Можно взять яхту на полный фрактус. Яхты в среднем на там 16, 18, 20 человек. Яхта, если это эконом-класс, может стоить на полный фракт от 16 тысяч долларов. То есть представьте себе все услуги, которые я описала, да, на неделю может стоить 16 тысяч долларов, грубо говоря, 800 долларов на человека. Но это же ни о чем, да, если мы говорим про Мальдивы, это же, скорее, уже Египет или Турция. Турция уже дороже по нынешним временам. Вот, но это три звезды будет эконом, да, то есть яхта будет довольно проста, еда будет достаточно простая, все качественно, но как бы без изысков. До 100 тысяч долларов за неделю. Значит, те яхты, которые мы рекомендуем, это яхты, вот такие оптимальные цена-качество, да, на уровне 4 звезды плюс или базовые 5, а стоят порядка 32-35 тысяч долларов за неделю. Это очень подъемная цена для корпоративных групп, для семей, которые хотят приватного отдыха, да, очень часто большую яхту берут, семья из 5-7 человек и отдыхают. Бывают компании, друзей собираются, выезжают. То есть, ну, согласитесь, то есть если мы даже говорим по 35 тысяч долларов, да, сколько человек получается, тысяча, сейчас, 20, ну, 1750, да, где-то долларов с человека. Это при том, что на борту, в принципе, будут только ваши друзья, только ваша компания. У нас, кстати, часто собираются группы, что клиенты съездили, им очень понравилось, они такие, а можно мы в следующий раз яхту возьмем под своих друзей? И они собирают реально со своих друзей и в следующий раз уже приезжают и бронируют яхту целиком. Дальше на этой яхте какие-то друзья это видят, им все это нравится, говорят, а можно мы тоже у нас яхту возьмем целиком под своих друзей? И реально этот продукт, ну, так знаете, множится. Он продает сам себя, потому что людям настолько это нравится, что они хотят поделиться, притащить кого-то. И бывает так, что вот у вас съездило двое человек, а через полгода вы продали два фрахта, потому что, ну, там, следующий сезон, следующий отпуск, они уже приехали, значит, эта группа приехала, эти группы приехали и так далее. Оно действительно так растет. Пожалуйста, следующий слайд. Еще раз про нас. Мы занимаемся в Мальдиве именно сафари с 2004 года. Никто не знает их лучше нас. Отели до, после, трансферы, трансферы у нас включены, но если, например, у вас туристы вначале хотят отдохнуть в каком-то далеком отеле, потом надо на яхту, все организуем. Или бывает, что дорогие клиенты, обеспеченные, хотят яхту, но не из Мале, они отдыхают в каком-то отеле типа Аяда. У нас с Тимати недавно ездил, нужно пригнать яхту к отелю Аяда. Тоже мы делаем, да, будет сбор за релокацию яхты, но это тоже все не проблема. Прозрачное ценообразование, всегда рада нас консультировать, всегда точно актуальная информация, эксклюзивные контракты. У нас есть уже не одна, уже три яхты с русскоязычными гидами, если нужно. С нами удобно работать, потому что у нас есть и юрлицо, и специалисты в России, и на Мальдивах. То есть кому удобно, да, вы работаете с Мальдивами напрямую, кому удобно, работаете через российскую компанию, через представительство, как вам удобно. Если вы, например, оператор здесь на Визме сегодня, вы хотели бы такой же вебинар для ваших агентов? Да, Федор, скажи, пожалуйста. Больше того, мы теперь в Армении открылись. О, в Армении. Да, да, пожалуйста, в Армении. На самом деле, есть уж на то, что-то и в Грузии тоже. В Грузии есть партнерская компания, которая может, да, 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 пожалуйста, кстати, решим вопросы. В Дубае юрлицо, в общем, есть разные возможности с нами работать, без проблем. Если нужно для ваших агентств, или у вас, например, сеть агентств, вы хотите, чтобы больше ваших коллег узнал о продукте, скажите нам об этом, мы сделаем еще один вебинар, проведем, да, какой-нибудь мастер-класс, что-то такое. Фантура по запросу, пожалуйста. Ну и, конечно, с нами это гарантия качества, то есть в тех очень редких случаях, не редкие, но бывает, яхта сломалась, что-то еще чего-то, мы пересаживаем туристов на яхту такого же класса или лучше, мы решаем вопросы, то есть не вы остаетесь на один-один, на этой яхте сломалась, а что дальше делать? Мы делаем все под ключ, так что ваши туристы еще говорят спасибо, это было круче, чем я думал. У нас стопроцентный успех в решении постмажорных ситуаций, никто не остался никогда без помощи такой, которая бы превысила ожидания, скажем так. Да, мы очень часто слышим, это был лучший отдых в моей жизни, было так здорово и так далее, я вам сказала, это действительно правда. Немножко я вас попугаю картинками, потому что у нас были опыты, можно, пожалуйста, следующие слайды, там, где ожидание реальность. Хочу вас попугать картинками, почему бывают агенты, которые слушают наш вебинар, потом начинают бронировать, яхты сами о них находятся, начинают бронировать. И вместо счастливых клиентов, которые возвращаются и кладятся группами, и хотят поехать еще, они с первого минуты заеданной яхты получают шквал претензий звонков. Потому что бывает, что на картинке яхты выглядит вот так, как на левой картинке, а в реальности вот так. Тут еще не все влезло, там было просто рваный, заплесневел этот ковер, и все остальное было в таком же духе. Мы знаем реальное состояние яхты. Ваш клиент никогда от нас не приедет на яхту, которая не соответствует заельному уровню. Мы за это отвечаем, просто предостерегаю вас от того, что может случиться, если вы не знаете, какую яхту вы бронируете, и мы вам не подсказали. Пройдемся немножко по конкретному флоту. Пожалуйста, следующие два слайда, там, где яхта, это всегда три судна. Значит, когда мы говорим яхту, мы, на самом деле, имеем в виду три лодки. Основная яхта. На Мальдивах вся яхта принадлежит туристам. Там нет, например, какой-то зоны, отданной дайвером и так далее. Нет, это вся туристическая, прогулочная, прекрасная круизная яхта. Весь дайвинг живет на сопровождающей лодке. Она называется Дони. Здесь видна на картинке, она довольно большая, то есть там она, если яхта там 32, 35, 40, 50 метров, то Дони 18, 22, 25 метров. Довольно большая. На Дони есть своя солнечная палуба, свой санузел и, ну, душики на палубе с пресной водой около солнца. И на Дони живет все дайвинг-старяжение. На Дони живет... И дайверы как раз они просыпаются, у них на борту брифинг, пока они спят кофе, пьют кофе. Гиды им рассказывают о точке погружения, которая предстоит, и как будет проходить погружение. И когда брифинг закончен, все перегружаются на Дони, Дони уходит от яхты, везет их на риф, их там ныряет, возвращает обратно на яхту к завтраку. Также так происходит три раза в день. Когда нужно заполнить баллоны, забить, Дони уходит подальше от яхты без туристов, там шумит своими компрессорами и возвращается на яхту. То есть туристов на яхте никак не беспокоит дайвер. Яхте не нужно никуда везти дайверов, потом возвращать их обратно. Нет, яхта стоит на якоре, у острова, туристов развлечения, дайверов привозят в отвозе. И у нас есть маленькая дополнительная лодочка, она называется Динги. Вот ее тоже здесь видно на фотографии. Справа это небольшая плоскодонка. Привезти, отвезти туристов на пляж, съездить за рыбы, купить свежих лобстеров у рыбаков. За доплату мы такое тоже делаем. Можно есть лобстер или плавинку на ужин, на гриле. Это очень вкусно. Для этого есть Динги. Пожалуйста, следующий слайд. Из чего устроена яхта, как она выглядит. Давайте сейчас ее разберем по слоям, чтобы точно себе представляли, как выглядит этот продукт. Посмотрел на время, все по плану. Следующий слайд, солнечная палуба. Самый верх яхты, четвертая палуба, там обычно что есть? Там всегда есть шезлонги. Иногда именно там стоит джакузи. И иногда часть палубы затенена для того, чтобы можно было поезжать в тени. Но обычно это то место, где вы делаете это на солнце. Поджариваетесь. Вот наш солярий. Следующий слайд. Верхняя палуба, третий этаж там. Там обычно расположены каюты повышенной категории, которые с видом на океан, севью каюты. Там очень часто есть и есть как раз какое-то затененное пространство, вот так, чтобы можно было посидеть на свежем воздухе, но в тени не было очень жарко. Там же, как правило, капитанский мостик, может быть, например, спа. Следующий слайд. Наша главная палуба, второй этаж, он как бы тот, где мы обычно находимся. Там всегда есть огромный салон-ресторан. Он кондиционируемый, как правило, или с вентиляторами, с окнами, так что все продувается. Там всегда прохладно. В салоне-ресторане сервируются завтраки, обеды, ужины. Мы стараемся делать на свежем воздухе, но бывает, что тоже там. И там всегда есть зона для отдыха и брифингов. Это большой телевизор, звуковая система. Там проводятся брифинги, там можно посмотреть кино или посмотреть вечером фотографии, как за день. Ну, такое тусовое место отдыха, там же можно играть на столке. И там же находится бар обязательно. И еще на этой палубе как раз очень часто, и для меня тем лучше яхты, чем больше на ней зон отдыха на свежем воздухе. Обычно есть зона отдыха с диванчиком и столами на носу и зона отдыха с столами на корме. И получается такой яхтенный климат-контроль. На носу всегда есть свежий ветерок, там никогда не бывает душа, потому что яхта поворачивается носом к ветру, и поэтому там всегда есть ветерок. Если там слишком стало холодно, вы идете на корму, там на свежем воздухе тепло и уютно. Если там стало слишком душно, вы идете на нос. То есть это не о том, что каждый вечер люди бегают туда-сюда. О том, что в зависимости от погоды или на носу или на корме всегда есть пространство на свежем воздухе, где уютно сидеть вечером с вином, с коктейлями. Там же можно поужинать, например. Все очень уютно. И следующий, пожалуйста, слайд. Наша самая нижняя палуба, наш первый этаж. Это как раз каюты. Как вы видите, они с иллюминаторами. Иллюминаторы выглядят так. Каюты на яхте зависят от ее класса. Бывают фантастические совершенно, чуть ли не с греческими колоннами каюты. Бывают более простые. Но сейчас, например, если раньше на яхтах, еще 10 лет назад, очень часто можно было встретить каюты с разным уровнем кровати. Например, большая кровать внизу и маленькая сверху. То сейчас уже так не делают. Это уже считается некомфортно. То есть это большая кровать, king size, или две раздельные. На некоторых яхтах, например, на нашей улове, семейная каюта, это одна большая кровать и одна маленькая. Так что можно и пару поселить, и семью с детьми, и двоих мужчин, если нужно. Следующий слайд, пожалуйста. Давайте мы рассмотрим конкретную яхту. Наши объемы настолько выросли, что мы взяли целую яхту в управление. То есть это яхта, за качество услуг, на которую отвечаем мы. То есть мы регулируем команду, питание, и, естественно, можно быть очень гибкие по возможностям яхты. Это новая яхта. Она была спущена на воду в 2019 году. В полноценное оперирование, я бы сказала, что она вышла в 2020, встала на ковид, конечно же. То есть яхта очень новая. Она одна из самых быстрых яхт на Мальдивах. У нас скорость до 14 узлов. Написано максимальная, но нет, мы ходили гораздо быстрее. И у нее есть еще фантастический бонус, причем мы не знали о нем на этапе заключения контракта. Она фантастически устойчивая. Как я уже говорила, я была на 56 яхтах мальдивских. Вот, наверное, она одна из трех самых устойчивых яхт на Мальдивах. Причем одна из них, это яхта 50 метров, ее вообще очень сложно раскачать. А яхта, вот наша Улуа 37 метров, две такие яхты, я знаю, одна из них наша Улуа, которые вообще не качаются. Причем это настолько бывает смешно, что у нас два раза были конфликты с туристами на борту. Мы по погодным условиям были вынуждены отменить погружение в какое-то одно. Ну, не отменить, мы обычно переносим, мы гоняем его, значит, попозже, потому что очень сильные волны. И туристы устроили скандал, еще вы нас обманываете, потому что яхта не качается, какие сильные волны, все в нам врете. Море спокойно. Нам пришлось пригласить их выйти на улицу и показать Доне, которая прыгала как бык на Родео, просто вот так вот. А на нее же надо вылезти как-то потом из воды дайвером. Вот, они такие, мы поняли. И второй был скандал, нам туристы говорили, что у нас активные стабилизаторы на яхте, подруливающие, потому что сама она не может быть такой стабильной. И нам реально пришлось им показывать техническую документацию, потому что они считали, что мы их обманываем, и яхта не может так стабильно стоять сама по себе. Вот это реально магия Улуа. Она просто выполнена очень качественно из тяжелого, хорошего, просушенного дерева. И это отдельный бонус, конечно, когда-то почти вообще... То есть она едет как по шоссе по океану. Значит, на нашей яхте 10 кают на 20 мест. Именно на ней вас ждет уникальное путешествие тех, кто выиграет сегодня наш фам-трип на нашей яхте. У нас открыты еще места на заезд 20-30 августа. Цена 1850 долларов, плюс зеленый налог 42 доллара. И сейчас из-за безумных цен на нефть мы были вынуждены ввести топливное сборство долларов с человека за неделю. То есть, условно говоря, все вместе, получается 2000. Не включен бар, нет страховки. Все, да? Вы это уже можете продавать отсюда, естественно, агентством комиссия. Уже можете продавать вашим туристам сегодня, завтра, на следующей неделе и реально почувствовать, с каким кайфом и благодарностью они вернутся. Что у нас есть на борту? Можно еще, пожалуйста, следующий слайд? Мне кажется, я их иногда начинаю листать у себя и забываю просить переключить Настю. Пожалуйста, слайд там, где отдых с комфортом и есть вводка нашей прекрасной джакузи восьмиместной. Что у нас есть? Конечно же, солнечная палуба. Вот здесь на фотографии вторая палуба сверху. Там как раз затененное пространство с шезлонгами из джакузи. Зона, кондиционированная домашним кинотеатром, салон, ресторан. У нас очень много пространства на свежем воздухе, где можно посидеть. Из игрушек у нас два гидроцикла, два каяка, сабборд, вейкборд, водный тюбинг, водная горка 11-метровая, джакузи, рыболовные снасти и у нас стоит два массажера для ног, с которыми можно влюбленно сунуть ноги и 15 минут они тебя массируют. И правило такое же. Моторные спорта, виды спорта, гидроциклы, вейкборд, ватрушка за доплату, не моторные, бесплатно. Следующий слайд. Так выглядят наши каюты. Здесь с каютами почему-то примешался диванчик в кают-компании. Детально, наверное, по каютам совсем проходиться не будем. Десять кают, три из них с видом на океан и одна носовая сюита, такая шикарная с полукруглой кроватью. Что важно помнить, что восемь кают у нас возможны в формате размещения и дабл, и твин. То есть, если вы берете кают на полный фраг, там бывают у некоторых яхт, если кровати зафиксированы, конфликты, что где-то пара осталась твин-каюта или наоборот два мужика осталась дабл-каюта. У нас, значит, только две каюты зафиксированы дабл, все остальные конвертабл, то есть, можно туда селить и так, и так. И у нас четыре каюты семейные, это большие каюты, где одна большая кровать, одна маленькая, соответственно, они подходят и семьям, и под любой тип размещения. По умолчанию все каюты двухместные, мы не селим трех пассажиров, если нас об этом не попросили, да, в одну каюту. Пожалуйста, следующий слайд про кухню. У нас очень вкусно готовят повара на борту, у нас недавно были туристы из Вальдерфа-Стори, которые сказали, что, ну, они не едят на шведском столе вообще никогда, они привыкли а-ля карт, но вообще у нас еда вкусная и разнообразная. Мне кажется, после Вальдерфа-Стори такой комментарий про яхту среднего класса, это, а у нас, то есть, как раз ула стоит 35 тысяч долларов за неделю, если ее брать полным фрахтом, это большой комплимент, потому что, конечно, туристам Вальдерфа-Стори я бы рекомендовала яхты премиум-сегмента, они стоят 80-100 тысяч долларов в неделю, у нас они есть, мы с удовольствием их бронируем, когда есть спрос, поэтому, пожалуйста, мы обязательно подскажем, какая яхта лучше всего подходит именно вашим туристам. Сашими, по желанию, мы можем делать сашими каждый день, свежий тунец, мальдивский, у нас на борту, то есть, будут свежие кольца кальмаров, будут запеченные овощи, запеченная целиком рифовая рыба, это одно из самых популярных блюд, которые он спросит еще, а давайте еще рыбу нам, а можно еще рыбу? Повар готовит почти каждый день огромные эти рифовые рыбины, запеченные, розбив нежнейший, я надеюсь, никто еще, все еще не столько голодные, чтобы уже было пора обедать, нежнейший розбив с перечным соусом. Давайте, пожалуйста, дальше. Давайте пройдемся детально по тому, что включено. Это в целом стандартно почти для всех наших яхт. Очень редко бывают какие-то изменения. Значит, у нас в пакет включено трансферы из аэропорта в аэропорт, да, Мале, размещение двухместных каютах. Что-то, нам слетела презентация? Я вижу, какая-то перезагрузка. Если что... Большие технические сбои произошли. Окей, если что, мы сейчас на 43-м слайде, тебе было удобнее долистать, страница 43. Значит, включено размещение двухместных каютах, да, с кондиционером, с этими удобствами, питание, полный пенсион, завтрак, обед, ужин, закуски. Еще на яхте всегда круглосуточно туристам доступна вода, растворимый кофе, чай, бананы. Всегда висят свежие огромные светки с бананами и обычно всякие виды печенек. То есть так, чтобы в любой момент можно было что-то там съесть, если вдруг, несмотря на четырехразовое питание, кто-то проголодался. бар за доплату, это свежевыжатые соки, коктейли, смузи, алкоголь, кофе с кофемашин. Дайвинг для сертифицированных дайверов. 16-17 погружений за неделю, и если им нужна аренда снаряжения, потому что у дайверов, как и горнолыжников, обычно снаряжение свое. Если нет, они берут его в аренду. Включены у нас баллоны грузопояса, это то, что дайверы с собой никогда не возят, это на месте, а вот все остальное, там костюм и так далее, и так далее. Кто хочет, приходите, пожалуйста, на наш вебинар по дайвингу, я расскажу про дайвин-туризм отдельно. Высадки на пляже, ночной барбекю на необязательном острове, надувная 11-метровая горка, массажеры для ног, джакузи, каяки, сап, рыбалка с традиционным одессивным стилем, экскурсия по фуш или мале по запросу, все включено. Что у нас не включено? Следующий слайд, пожалуйста. Значит, бар, как я уже озвучила, лавенда снаряжения для дайвинга, моторные виды спорта, какая-то продвинутая рыбалка, курсы дайвинга, если кто-то хочет научиться, и из обязательных доплат Green Tax, ну, 42 доллара за неделю на любой яхте. Чаевые команды судна, очень приветствуются в конце, опционально. Чаевые, там, ну, мы рекомендуем 100-150 долларов, но бывает от 50 составляет, это добровольная часть, никто не заставляет их оплачивать. Это благодарность команде за сервис. Медицинская дайвинг-страховка, да, чаевые оставляются конфиденциально, то есть никто не будет стоять с дуумом пистолета и говорить, а ты сдал чаевые, и сколько. Значит, медицинская дайвинг-страховка, ну, и перелет. Надеюсь, все этим понятно. Следующий, пожалуйста, слайд. Значит, по предварительному запросу, что за дополнительную плату обсудили, сделаем все, что угодно, можем посадить спа-терапевта на борт, йогу, жилую музыку или диджей, спортивную рыбалку, у нас в красных катерах, у нас три своих катера у яхты, поэтому мы легко их организуем, пожалуйста, по предварительному запросу, то есть не на борту, а мы хотим завтра порыбачить, да, а вот туристы хотят в один день порыбачить, давайте организуем, мы организуем. Аренда необитаемых островов целиком, можем. Организация конференций мероприятий на базе отелей или также на базе яхты или островов, можем. То есть мы можем в какой-то день сафари приплыть к отелю, да, там провести конференцию. У нас в апреле конференция в истории Мальдивских островов, у нас было четыре яхты, которые должны были плыть параллельным курсом, была стоматологическая конференция, к огромному сожалению за геополитики все сократилось в два раза, но в целом этот проект и все было уже, вот все выкуплено, оплачено, набрано 100 человек, это была бы самая большая, самая крупная яхтенная конференция в истории Мальдивских островов, ее организовывали мы, чем я очень горжусь. Тематические оформления яхт с юбилеем и так далее. Так, следующий слайд мы здесь уже обсудили. Наверное, у меня все по слайдам. Сейчас, Настя, не листай пока, я тебе скажу, куда присутствовать, потому что мы сейчас по всем яхтам проходиться не будем, мне кажется, информации очень много. Я расскажу с удовольствием о каждой, ну то есть под конкретный запрос мы рекомендуем яхту, расскажем о особенности, потому что есть большие яхты с интегрированным спа-центром, и у них есть не только дайв-пакет, но и спа-пакет. То есть вот они сейчас как раз на презентации, у них цены, конечно, повыше от порядка 3,5 тысяч долларов за неделю, но у них можно выбрать пакет дайвинг, как обычно, 16-17 погружений, или спа-пакет, где будет включено 8 спа-процедур. Это очень популярный парк, где мужчина ныряет, женщина нет. Или есть пакет дайв-спа, где включено 6 погружений и 4 спа-процедуры. То есть, опять-таки, вот это та самая история, когда все включено, и вам не нужно переживать за кошелек с точки зрения каких-то развлечений на отдыхе. Вот, есть у нас эксклюзив итальянский флот Макана, яхта по фантастической цене, то есть сейчас у них там есть предложение 1100 евро, потому что это безумно вкусная итальянская кухня, это огненная атмосфера на борту, это очень важно на яхте, когда круиз-директор такой, «Эй, как классно подаряли, а что у нас сейчас? Хоп, давайте сделаем вечеринку». И это дает вот свой шарм. Так, конечно, мне кажется, только итальянцы умеют на яхтах любых других менеджерских компаний из других стран вот такого драйва, такой любви к жизни. Нет, просто недостижимо, мне кажется. Так, по условиям агентствам, да, мы для агентств предоставляем комиссию 10%. Есть, напомню, групповые условия от 5 плюс 1 бесплатно на разных яхтах по-разному. То есть если вам, у вас пришло 6 человек, у вас одно место, вам достается бесплатно. Туристам об этом говорить не обязательно, да. Можете поехать сами, как я уже говорила, с седьмым человеком или, например, просто увеличить себе маржинальность. Для туроператоров мы даем нето цены, которые позволяют работать с агентами полноценно. Ну и, конечно, у нас очень выгодные цены на полные фрахты, если вы планируете бронировать яхту целиком. Как начать работу? Если можно, Настя, сразу 63-ю страничку. 63-ю, ага. Да, всего у нас 134 яхты. Я не вижу смысла вас всех посвящать, потому что, во-первых, где-то в рабочем активе порядка 50-60, больше не имеет смысла. Мы отбираем для работы самые удачные яхты, самые правильные, и то, то есть, как это работает, как начать работу. Вы пишите, у меня есть пара желающих на такие-то даты или такой-то период, что вы можете предложить? Мы вам по запросу предложим сами варианты, какие есть, где есть места, и те яхты, которые вам подходят. Потому что мы знаем яхты, которые не очень умеют заботиться о недайверах, куда мы стараемся селить только дайверов. Если у вас недайверы, мы точно знаем яхты, которые куда-то идут, и мы предложим вам именно эти яхты. Напишите нам, если вы регистрировались от Петра, я думаю, что там в рассылке был адрес petersobaka.maldiviancharter.club или нам на klubsobachka.maldiviancharter.club для заключения договора. Туда же можно отправлять Петру или нам заявки. Так, сейчас я посмотрю, что мы еще с вами сегодня не обсудили. Ну вот, да, у нас есть наши клиенты, с нами ездили Western Digital, Beeline, Сбербанк, Банк ВТБ, Росбаронэкспорт, Светбанк с нами сотрудничал, Ильдебатэ, Росгострах и другие компании. И розыгрыш, наверное, да? А, у нас ответы на вопросы и ответы, да? В любом случае, пока, перед тем, как перейти к вопросам, коллеги, спасибо большое, что прослушали все это. Я очень надеюсь, что вам понравилось, вы загорелись. Напишите мне, пожалуйста, сейчас я посмотрю, могу ли я сама посмотреть чат. Очень непривычно все это делать. Вероника, я делал для тебя домашнее задание и выписывал интересный вопрос, пока ты читала. Мне кажется, мы должны... Давай мы ответим на все вопросы. Давайте, я нашла чат, давайте я по ним пройдусь, потому что будет как-то нет, мне кажется, неинтересных вопросов, это было бы неправильно, и правда нет. Вот вижу комментарии, справочник был прекрасен, приятно вас теперь видеть, спасибо большое, Елизавета. Был на фестивале в прошлом году, Григорий пишет, очень рада, я очень надеюсь, что мы сделаем фестиваль в следующем году, в этом году мы его по понятным причинам отменили, но я сама очень хочу, чтобы он вернулся и стал сильнее. Понятно, что на первый год он был сравнительно небольшой, но мы его сделали буквально за три месяца, и у него колоссальный потенциал, у нас все спрашивают, когда будет следующий, я очень хочу, чтобы он состоялся. Неделя была цикла, как в этом случае, спасибо. Бывает такое, во-первых, смотрите, все мы знаем, что у Мальдивов довольно характерная сезонность, да, очень хорошая погода с сентября-ноября по апрель-май, и вот летние месяцы, май-юль, могут быть очень разнообразные, давайте назовем так. И у нас действительно недавно совпало, что была группа в одну из худших по погоде недель в году, что делает команда? Смотрите, круиз-директор каждый вечер составляет маршрут на завтра, с учетом того, какая группа на борту, что они хотят, то есть больше дайверов не дайверов, какой силы, да, квалификации дайверов куда их везти. И, как я уже говорила, поскольку ясно не дерево, она может выбирать ту сторону Атола, которая спокойная, да, ветер, волны с этой стороны, значит, мы пойдем сюда, еще за островом спячемся. Понятно, что сокращается количество пляжных активностей, но если за окном ветер писать узлов с порывами, да, и дождь, то зачем высаживаться на пляж? Но тогда, значит, можно на яхту привезти какие-то лекции, есть настолки. А дайвинг будет вообще не мешать. То есть дайвинг не мешают очень сильные волны, но опять-таки, поскольку мы можем выбирать локации, в том числе и в тихих вагонах, вот эту самую ужасную штурмовую неделю, где часть яхт стояла в порту, часть спряталась в вагонах, мы на УЛО сделали все 16-17 дайвов и 14 выездов на снорклинг. У нас все было. Поэтому, ну, на самом деле, если, например, циклон, сильный ветер, и что? А что в отеле делать? Тоже ничего, да? В этом плане у нас все равно. Мне кажется, интереснее, что дайвы все были, сноркли не были. Понятно, что какие-то пляжные активности по понятным причинам пришлось цикратить. Так, секундочку. Так, все включено не бывает. На яхтах, на итальянских яхтах есть мягкое все включено. За небольшую доплату там порядка 50 евро или 70 евро у них включено безлимитное пиво, санателлигриновая вода минеральная и эспрессо, и обезлокогольные напитки. На других яхтах такого нет, но если вы берете яхту на полный фракт, то можно сделать такой пакет за доплату. Но это на полный фракт. Значит, за 4,5 тысячи долларов спа-пакет включен, да, за 4,5 тысячи долларов на яхтах с куба спа-пакет включен, я об этом уже рассказала. Вот, вижу ваш комментарий, очень приятно мучает набор услуг, хорошая стома, если еще конкурентоспособна, интересно, спасибо, это все так. Можно ли получить презентацию на почту, вы говорите зума, пожалуйста, коллеги, зафиксируйте адрес, давайте все вышли, что-то с напитками безалкогольными. Как правило, они за дополнительную плату на яхтах по довольно адекватным для Мальдив ценам. Значит, есть несколько яхт, где они включены, но это яхты, как бы тогда у них цена получается повыше, поэтому то на то и выходит. Дайвинг, оплачивается отдельно, нет, дайвинг включен для сертификированных дайверов, да, если нет сертификата, можно за дополнительные деньги пройти курс. Вот это как раз отвечает на вопрос возможно получиться в тегаритной. Да, за дополнительную плату. Смотрите, еще раз, очень похоже на родительские права. Если вы приходите в аренду машин, у вас есть права, то вы берете машину, платите за машину и едете, да, в нашем случае машина включена, дайвинг включен. Но если у вас нет прав, вы же не можете прийти в аренду проказ, как-то научите мне еще бесплатно водить, пожалуйста, потому что я с машины варенду. Нет, вам нужно платить в курс обучения. С дайвингом такая же и стоимость. Вы можете, если у вас есть права, вы ныряете, это включено в стоимость. Если у вас нет сертификата, можно за день впройти курс обучения. Как вы весь размерчивой команде ответила на этот вопрос? Как и слышимость в каютах, если, например, за стеной медовый месяц не было такой проблемы ни разу? Кроме шуток, ни разу не слышала таких жалоб. Наверное, где-то когда-то кому-то что-то немножко может быть слышно, но так, чтобы жаловались, ни разу не слышала. Меняется ли вода в джакузи? Да, конечно, каждый день меняется, и она с подогревом. Если кто-то прилетел в 6 утра, кто-то в 3 часа дня. Мы организуем в течение дня нескольких трансферов на яхту. То есть, напомню, тем, кто прилетел в 6 утра, к сожалению, нужно будет ждать полудня. Мы можем предложить пакет с Day Use в отеле H.I.H. рядышком, да, в Кулле, Island Hotel. Это... Там будет завтрак или обед в зависимости от времени. Там есть бар, где можно выписать алкоголь, что очень популярно у наших туристов. И там можно провести время. Или подождать просто на фудпорте аэропорта. Но, к сожалению, мы не можем забирать туристов раньше в 12 часов дня. Имейте это в виду, или просто бронируйте все рейсы, которые прилетают в 1. Соответственно, мы забираем туристов под рейс. Если кто-то прилетает в 3 часа или в 6 часов вечера, значит, мы их встретим под их рейс. Если берем, привезем на яхту, не переживайте, все чтение всего дня. Мы их встречаем и забираем туристов на бок. На яхте есть русскоговорящий персонал. Как я уже говорила, на нескольких яхтах он есть. На нашей яхте нет русскоязычного персонала. Но, как правило, кто-то из туристов помогает переводить. Если нужно, в брифинге яхт выхожу, рассказываю брифинг сама очень часто. Это главное. И как-то гости спокойно совершенно общаются. На каком языке идет рассказ о мантах и т.д.? Есть такой же вопрос. Значит, смотрите, бывает по-разному. Скажем, бывают лекции на английском, бывают лекции на русском. Если у вас конкретный запрос у туристов есть проблемы с английским языком, скажите нам об этом и что-нибудь придумаем. Не гарантирую, но придумаем. Я просто большую часть года провожу сама на Мальдивах и тогда я прихожу и читаю лекцию про манты на русском языке. Если я не на Мальдивах, тогда у нас это делает круиз-директор на английском. Но давайте подумаем, если нужен будет как бы перевод, мы как-то с этим что-то придумаем. Единственные безалкогольные коктейли, конечно, есть. Зажигательно рассказывать уже хочется на яхту. Ура! Это моя сегодняшняя цель. У меня тоже кто-то пишет, я очень на это надеюсь. Да, поддерживаю. Я уже клиентки написала, что знакомые на билеты. Коллеги, спасибо огромное. Очень вас за это люблю. Потому что я действительно надеялась заразить вас нашей любовью к Сафари. Ну и поверьте, если бы это не было так круто, наверное, мы бы это так не любили. Поэтому здесь все очень низко. Сафари только недельные или может быть на меньше дней? Стандартное сафари недельное. На яхтах с Куба-Спа, вот эти, которые дорогие, есть заезды на 4 дня. То есть они просто через 4 дня отправляют туристов обратно. Если вы берете яхту на полный фракт, можно взять на день, на два, на три, на 11, как угодно. Ваш фракт, ваше правило. Так, нас тут 50 человек полетели, меня можно во-друге постигнуть яхты. Кстати, так и собираются группы в том числе из 50. Особенно, ну, учитывая, что вы агенты, вы можете поехать по себе стоимость, действительно, можно собраться и поехать. Есть ли еще примерно стоимость алкоголя на борту, то скажите, пожалуйста, какие напитки включены? Как я уже говорила, включена без ограничений, питьевая вода, чай, кофе. Стоимость напитков, ну, там, два-три доллара сладких. Каждый раз, когда вы бронируете туристу, вы можете попросить вас, и мы пришлем вас в барное меню яхты. Можете заранее выставить туристу вот в барное меню будет стоить кто-то. Более того, на группу мы рекомендуем делать, если большая группа, они собираются много пить, мы можем предложить перед заказом алкоголя, потому что какой-то группе нужно только просекка, какое-то только красное вино и определенных видов. У нас всегда полный бар на борту, ну, стандартный, да, там есть и красный, и белый, и про всякое. Но если какая-то огромная группа с какими-то пожеланиями, мы просим заранее нам в этом сообщать, чтобы мы яхты подготовили. Кто-то собирается прикармливать акул, мы не кормим акул, не надо, хвостокол уже опасный, нет, если соблюдать правила поведения с ними, потому что, смотрите, кошки и собаки тоже опасны, но нам же так не кажется, потому что мы знаем, как себя с ними вести, да. Но если вы будете дергать собаку за хвост, дикую, бездомную, она нас укусит. Здесь то же самое. Можно ли дети на сафари с какого возраста? Отвечала на вопрос в самом начале. Спасибо, коллеги. Я вижу, ответили, с 7 лет мы рекомендуем, до 7 лет мы не очень рекомендуем, но это не мешает туристам ездить и получать авось. Просто это, на мой взгляд, очень нагрузочно для родителей и все равно следить за ребенком. Самойлова ездила с 7-10, наверное, можно пишут в чате. Совершенно верно. Более того, Самойлова, не знаю, как она ездила, и на какой ей понравилось, но, естественно, ты не очень. Поэтому, если бы что, спросите у нас. Ту яхту, на которой ей не очень понравилось, она не сам бронировала. Вот. Тоже, кому-то предложили, кто-то уже хочет из коллег предложить клиенту на юбилей. Спасибо большое. Про обучение дайвингу ответила. Во сколько должен прилететь на самолет, чтобы успеть на яхту в любое время дня заезда? В любое. Лучше, начиная с 11 утра до конца дня, туристов обязательно на яхту заберут. Чем отличается легкий завтрак от нормального завтрака? Легкий завтрак дайверам в 5.36 утра. Обычно они в этот момент есть не хотят. Это чашка кофе, бананы, печеньки, тостовый хлеб, что-то такое. Это не является полноценным завтраком. Многие дайверы вообще просыпаются и сразу прыгают в воду. А нормальный завтрак, у нас полноценные завтраки на борту, не только у нас вообще на яхтах, такие как английские завтраки будут бекончик, естественно, говяжи, это мальдивы, сосиски, яйца на заказ, там лет, глазунья, что-что угодно. При этом еще есть просто скрэмбл яичный, обязательно свежая выпечка, почему выпечку печет повар на борту каждый день. Хлотки, мюсли, йогурты, сыр, молоко, естественно, фрукты свежие. Вроде ничего, не забыл. Ну, такой полноценный, а, фасолька, такая консервированная солька, подогретая, горячая. И мы даем еще несколько раз в неделю традиционный мальдивский завтрак, он называется маскуни. Я сама его очень люблю, и для меня это вкуснее традиционного. Это стружка, это тунец, перемешанный кокосовой стружкой с луком, с чили и соком лайма, которому подаются плоские лепешки, и туда еще вкусно добавлять яйцо. И получается очень сбалансированный завтрак, здесь и белки, и полезные журы, значит, и углеводы, все дико вкусно, и это тоже есть на борту. В какие отели можно делать сплит, который с трансфером в аэропорт на районе? С любыми, потому что сейчас ковидные ограничения с тмитист, сплит стея одобрять не нужно. Понятно, что в любом случае будет трансфер через аэропорт. Некоторые отели, которые совсем рядышком, типа там Бандес, Парадайз, мы можем согласовать трансферы прямо с яхты. Отели сами этого очень не любят, им создает эту путницу, потому что кто-то в какое-то неурочное время приезжает. Но в целом под группу мы так делаем неоднократно, поэтому можно. В целом любые отели, куда вашим туристам захочется добираться потом после яхты. Да, вот тоже пишут, на сафари ездила два раза с Самой Лог всем семейством. Да, все верно, ездила. Да, Хаврог с Айла Логу действительно недалеко. Крах за 16 тысяч, насколько кают человек, говорила, 10 кают, 20 человек. Может быть, вот, например, сейчас есть, вышла из капитального ремонта небольшая яхта эконом-класса. У нее 7 кают, 14 человек. В общем, довольно большие, симпатичные каюты, но, коллеги, напомню, это 3 звезды, да, эконом-класс. Это цена нефта. Что вы говорите, когда клиенты говорят, мы хотим шуяхту, потом давайте договоримся. Если клиенты говорят, мы хотим шуяхту, это прекрасно, мы говорим, давайте договоримся и договариваемся. не очень, не очень, не очень, не очень, не княла вопрос. Мы хотим информационный тур, так как продаем, в первую очередь, эмоции, пожалуйста, во-первых, мы разыграем, во-вторых, можно за деньги присоединиться к программе за деньги и мы отдаем там буквально по себестоимости, ну, по очереди специально цене агентам. Если, мне память не изменяет, 1200 долларов у нас теперь цена в августе для агентов на ФАМ-3. Расскажите о нюансах, какие бывают претензии самые частые. Вот честно, я, наверное, сталкиваюсь с самой, не самой частой, а, наверное, единственной претензией, которая у нас бывает, не бывает мелочи, да, там, где-то у кого-то появился запах в каюте, там, разобрались, бывает, к сожалению, на яхтах тараканы, потому что яхты деревянные и они, Костя, ну, не какой-то ужас и кошмары везде поедем, но где-то они бывают, пробегают, при том, что яхты обрабатывают постоянно, но, как бы, бывает, такие звери случаются, потому что яхты деревянные, тараканам на них классно жить, а еще раз в неделю со складов привозят коробки с фидлой, в которых они тоже живут, поэтому есть такой нюанс, но, опять-таки, это не какой-то ужас, это не то, что все кишит, они под строгим контролем на всех яхтах, даже в самых великих ресторанах они есть, просто нужно регулярно обрабатывать, мы регулярно обрабатываем все достойные яхты, регулярно проходят полную обработку от тараканов. Самое, вот, о чем бы я хотела сказать, самая популярная претензия, такая популярная, это когда продали яхту не того класса, вот, как я уже говорила, не нужно клиентов с Вальдерфастории сажать на яхту стандартного, даже там, стандарт плюс качества, потому что они ожидают батлеров, красных дорожек, каких-то канапешек, высокой кухни, это все-таки стоит других денег, да, и вот все, наверное, наши претензии были именно тогда, когда посадили не туда, ну, то есть, продали не то, это не мы, продаем русское агентство, мы прямо говорим, что ребята, этим клиентам нужна вот эта яхта, но они не хотят столько за нее платить, давайте вот это, окей, но тогда будьте готовы к тому, они вроде, как клиентам ты это объясняешь, а клиенты все равно считают, что они за 50 тысяч долларов взяли яхту, которая должна стоять 80, и почему-то им нравится, что они сэкономили в два раза, но они не готовы к другому качеству, наверное, такой какой-то есть момент, при том, что, ну, когда клиенты в своей ценовой категории, они всегда в абсолютном восторге, на яхте есть какие-то правила по душу и фенам, не тратить дикую воду и энергию, когда яхта заряжается, заправляется, значит, наши яхты не заряжаются, заправляемся мы раз в неделю топливом, у нас дизель-генераторы мощные, то есть, яхта электричество вырабатывает сама всю неделю, и у нас на борту опьяснителя, то есть, еще и пресную воду яхта вырабатывает сама всю неделю, поэтому единственная просьба, да, разумно относиться к экономию воды, то есть, пока вы чистите зубы, мы просим там воду выключать, но это сейчас как бы в городах актуально, если вы заботитесь об экологии, да, или не заставлять воду литься просто так, но это не то, что у нас есть какие-то ограничения на душ в 10 минут и все, нет, просто, когда вы не используете воду, там, если вы очень долго нам выливаетесь или долго чистите зубы, мы просим воду выключать, но никто не стоит в камеру, не подглядывает, там, в окно, выключили воду или нет. По фенам ограничений нет, сапы привозят для гостей свои, у нас есть на борту сапы, если хотят, конечно, могут привозить свои. Если в команде подводных фотографов нет, на группу по запросу можем посадить, да, команда всегда может сделать по упрошечке или айфоном кадр, особенно, если попросить. Почему-то странички пустые, программа пустые, все вкладки пустые. А, на сайте. Проверим, спасибо. Какое меню на обед и ужинах особенно касается детей? У детей всегда есть что-то типа картошечки фри, какая-то курочка, ну, то есть, или паста. Как я уже говорю, у нас всегда два гарнира, два горячих, два салата, двое каких-то горячих овощей, то есть, будет, например, паста или рис в качестве гарнира или картошечки фри или рис. Никогда не было проблем с детским меню. Подчеркну, что менюши адаптируются под группу, и повара всегда можно попросить что-то. Вплоть до того, что у нас был совсем бейбик, там, годовалый, и ей просили готовить отдельный бульон из курицы или из рыбы, там, как-то по рецепту мамы, и повар готовил лучшие детишки. Это все, доплату мы за это не берем. Вебинар по дайвингу, мы можем прислать запись, или организуем, следующее обязательно сделаем. Есть рекомендуемия сезонная стягинга, я уже озвучила. С октября-ноября по апрель-май лучший сезон. Летом как повезет, но и цены ниже. Ну, как обычно, да, вы знаете, что низкий сезон цены гораздо интереснее. У нас очень, у нас часто бывает полный веком июль-август, и с погодой часто везет. Вот в этом году она, конечно, июль был неспокойный очень, как июль, но, а предыдущие годы, например, прекрасные были. Июля, и все с удовольствием с экономией ездили. Будет ли доступна презентация? Да. Скажите, куда вы слить вышли. Когда будет рекламный тур с 20 по 30 августа? Сейчас мы смотрим, может быть, будут дополнительные места в сентябре, но я бы не рекомендовала вам откладывать возможность к августе, потому что мы не обещаем, что она дальше скоро появится. Да, значит, коллеги, всем, кому нужны записи вебинара и презентацию, пожалуйста, пришлите нам запрос на почту, с которой вы получили подтверждение регистрации, Петру или нам, и все, вышли. Работаете ли со СМИ, работаем. Вопрос, нюансы, потому что у нас были публикации в том же там инстайл, например, они не давали какого-то прям угленного результата. Оплатный рублевый счет на любой, как я уже сказала, у нас есть юрлицо в России, есть юрлицо на Мальдивах, в Дубае, куда вам будет удобно. Сколько стоит курс ОВД в Москве? От 12 тысяч рублей. На каждой яхте по-разному можно запросить у нас конкретику при бронировании. Всегда все расскажем, сколько стоит снаряжение, сколько стоит курс. Я рекомендую начинать проходить курс в родном городе. Курс состоит из трех частей. Первая часть, теорию и бассейн, пройти в родном городе по метке проживания, закончить курс, курс заканчивается четырьмя погружениями в условиях естественного водоема, можно уже на яхте. Это называется система реферу, и на мой взгляд это классно, потому что вы не тратите на яхте время на теорию и практику в бассейне, ну там на галководье, а сразу уже начинаете нырять и по окончанию четырех практических дайвов вы уже дайверы ныряете дальше в группу. Так, почту, презентацию коллеги фиксируют. Ух, сколько почт нападало, это классно. Читаю ваши благодарности, спасибо огромное за обратную связь, мне это очень дорого, я реально очень стараюсь, что вам понравилось. К стоимости напитков добавляется налог и еще сервис налог как на островах. Да, это стандартно правило на Мальдивах, плюс 10% обязательный сервисный сбор, плюс 12% вместо налога МДС. В меню на яхте всегда написано включено или не включено, никто эту информацию не скрывает. Инструкторам подайвен вот такие условия, инструкторам подайвен мы даем бесплатные места и комиссию. У нас основной поток много лет как раз для дайв-клуба, дайв-инструктора, так что обращайтесь, пожалуйста. А, легкий завтрак в последний день именно был вопрос. Ну, на самом деле плюс-минус то же самое, что всегда, может быть чуть меньше там какой-то выпечки или чуть меньше как бы вариативность, но никто не остается голодный, то есть это чуть-чуть он бывает чуть-чуть поменьше, чем обычно. Я имею в виду, давайте с вами напрямую договоримся, да можно, конечно, если вы хотите взять феносфракт, пожалуйста, пишите, всегда договоримся, дадим интересные цены. Не такие интересные, как агентам и операторам, мы очень отличная компания, мы никогда не переманируем ни у кого клиентов, и ваша группа останутся с вами. Такое бывает каждый раз, выкуп едет с агентом, в следующий раз пишет нам напрямую, мы вежливо возвращаем агентам, и мы не даем никогда цену лучше, нам очень важно, что наши агенты оставались с нами навсегда, иначе в этом нет никакого смысла. В ноябре разве не штормится смена ветров? Смена ветров с соктября по ноябрь как поведет, официально считается с ноября уже высокий сезон, где у всех яхтов повышают все цены, октябрь смена мусонов. Такая видимость под водой в низкий сезон. Видимость на самом деле очень неплохая, там зависит от погоды, если ты штормила, то все, видимость упала у тебя там 5-7-10 метров, и все. Вода успокоилась, видимость хорошая. И опять-таки, будет зависеть от места погружения, и груздиректора знают, что здесь сейчас мутняк, значит, мы пойдем туда, поменяем сейчас маршрут и прочее. Мы именно поэтому не даем, вот у нас есть примерная программа по дням, на дайвер говорят, а прям подай в сайт распишите по точкам погружения. Он говорил, что мы можем, но это не имеет никакого смысла, потому что мы вам сейчас поставим классную программу, а под водой кажется, что мы запланировали вот этот манта-поинт, где будут пункты, а их здесь нет, и они ушли на другую сторону. И мы вас повезем туда, где они есть. И груздиректоры именно поэтому каждый вечер составляют маршрут с учетом сезона, дитров, течений, погоды, состава группы на борту, фаза луны, я не шучу сейчас, там реально высшая математика, приливы, отливы, расписания, течения, где в какой момент нырнуть. И каждый вечер за ужином груздиректор приходит и говорит, привет, дела, ребята, как дела, все вкусно, как прошел день, очень время видели то-то-то, давайте я расскажу, что будет завтра. И показывают у нас всегда доска с расписанием на день, проходится происписание на следующий день, эта доска целый день видится. Если кто-то забыл, что у нас дальше по графику, и он всегда может подойти к доске и увидеть, значит, дату расписания. И не говоря о том, что, помните, когда что-то интересное на востоке происходит, обязательно за зажимой колокольчик. Ранее бронирование на некоторых яхтах есть. Обратитесь к нам с основными предложениями, вышлем, но вообще не очень популярная тема. На дорогих яхтах есть ранее бронирование, на всех остальных особо спецакций на ранее бронирование нет. Условия оплаты, предоплаты сколько, полная оплата за сколько. Как правило, предоплата на этапе бронирования 30%, полная оплата за месяц до заезда. Если полные фразы бывают по-разному, за два, или за что-то. Я ответила на все вопросы. Мне кажется, самое время передать слово Петру, потому что я захватила все практически время перед тем, как мы переведем прозыгрышу. Спасибо тебе за долгое терпение. Я могу часами об этом говорить, это поверьте, я еще сдерживалась. Я пытался поучаствовать, но мне кажется, лучше, чем ты рассказала, никто больше не расскажет. Себя только могу... Хотел позадавать еще таких, знаешь, вот таких вопросов с подвохами от яхтсменов, но считаю, что времени уже и так достаточно много. Люди хотят идти работать, начинать уже продавать. К нам в почту уже сыпятся заявки на фракт полной яхты. Фантастик. Я на полном серьезе говорю, как раз насчет Юлуа спрашивали, можно ли разбить кингсайз кровати на Уллуа. Мне ближе русская имя Юля, видимо. Понятнее. Ты уже ответила на этот вопрос, что можно, что все кингсайзы разбиваются на два, то есть в некоторых... Кроме двух, нет. Две каюты у нас не разбиваются. Две каюты не разбиваются, но там дополнительные места есть, я так понимаю. Нет, две каюты не разбиваются, две каюты точно на дабл. Давай, вот прям частные вопросы давай не ввезли, но мы считаем, что у них будут розыгрыша. Хорошо, тогда давай... Кингсмана Уллуа, это карангс по-гавайски. Рыба карангс на гавайском языке называется Уллуа, поэтому она принцесса у нас... Не принцесса-любушка, она принцесса карангс. Понятно. Принцесса-рыбка. Принцесса-рыбка, да. Супер, супер. Так, ну что, тогда я от себя хотел еще шутку вставить, но, наверное, уже... Давай шутку вставим. Нет, уже пошути. Уже пошути, не мое дело. Я хочу пау, дой, ватанку. Шутка не удалась, звука не было. Хорошо, тогда давай оставим это на потом, давай перейдем к розыгрышу. К розыгрышу, да. Потому что, коллеги, спасибо, да, вы привели с нами почти 2 часа времени, в ЧК-40, но мы идем ровно в тайминге, как обещали, максимум 2 часа вместе с розыгрышем, поэтому мы соблюдаем свои обещания, как обычно. Переходим к самому вкусному, мне самому не терпится узнать, кто же из вас станет счастливчиком и окажется у нас с нами в нашем туре на 20 августа. Катерина у нас ведет розыгрыш, да я правильно понимаю? Лекатя, мне сказать, смотрите, как мы решили проводить розыгрыш, поскольку вы у нас все зарегистрированы, все есть, и мы будем выбирать рундамайзером, да, то есть это программа, которая выдает случайное число. Но как мы выяснили на прошлых вебинарах, бывает так, что ты, значит, выбираешь человека, а его нет, а его нет, а его нет. И что мы придумали с коллегами? Ваш сейчас, ну, вместе с нами, да, в комитете там 67 человек, то есть всего где-то там 64. Катерина пишет, не может отключить звук. Сейчас, секундочку. Не могу найти, хочу списки, чтобы поставить его клоу-костам. А, сейчас сделаем. Секундочку. Я соорганизатору просто дам права, кажется, я его просто выбивала со связи. Кать, привет, пожалуйста. Да, нет, я здесь еще раздражаю тебя. И как мы придумали проводить розыгрыш? Мы сейчас попросим, в какой-то момент, подождите, попросим вас поставить плюсик в чат. Дадим на это нормальный. Только один. Да, плюсик поставить только один. Будем штрафовать, подождите, да, уже пошли плюсики. Окей, ставьте плюсы. Ставьте плюсики в чат. Мы сейчас подождем минутку, две, чтобы все поставили плюсики, только по одному. И в какой-то момент напишем там слово стоп, после которого плюсы не принимается. Посчитаем, сколько плюсиков в чате. Это число введем в френдомайзер, там от одного до шестидесяти. И потом тот порядковый номер плюсика, который совпал, значит, тот и счастливчик. Все честно, это те люди, которые в чате. Вы сами сможете проверить, что все правильно. Так, вот сейчас началось самое интересное. Мы считаем плюсы. На самом деле, смотрите, коллеги, мне кажется, можно поступить проще, потому что нас шестьдесят семь участников, из них три человека в комитете, а даже четыре, да, а Камила здесь, я так правильно понимаю. Поэтому можем поставить от... Сейчас, а как у нас... Нет, давайте поставим шестидесят. блюзики, потому что, может быть, чуть больше, поэтому... Я бы предлагаю, просто смотри, Кать, смотри, давай поставим от одного до шестидесяти четырех в рандомайзер. Если окажется, что плюсов не хватает, мы начнем считать сначала. Просто мы считаем до конца и сначала продолжим отчет. Говорили, сейчас мы подключим рандомайзер. Настя у нас демонстрировать экраны включат. Так, я пишу слово стоп в чат, потому что ключики вроде бы закончились, чтобы... Чтобы, чтобы, чтобы... Все, написала слово стоп. Кстати, пока ты, рандомайзер, можете посчитать. Да. Давайте пока ждем рандомайзера. я просто немножко озвучу один момент. А, меня слышно? Да, меня слышно. Смотрите, сегодня мы вообще сделали такой интересный эксперимент. Мы сделали обо-тестирование и приглашали людей сразу же из двух каналов. Вот. Независимо от того, от кого вы получили приглашение, напрямую от Мальдивиан Чартер Клаб или от меня, все равно все сделки идут напрямую через Мальдивиан Чартер Клаб. То есть, все, что сейчас происходит, это просто расширение штата, грубо говоря. То есть, мы понимаем, что вот в прошлом году в высокий сезон на Мальдивах не было просто свободных ночей в отелях, свободных номеров. И мы понимаем, что в будущем сезоне, ну, там, с учетом, конечно, текущей ситуации снизится нагрузка, но, опять же, у нас много стран закрыто, например, для нашего туризма. Опять же, может быть, наоборот, увеличится нагрузка. Что будет, мы не знаем, поэтому я к вашим услугам также буду отвечать на все ваши вопросы по поводу того, как это бронировать, как это не бронировать, выставлять вам счета, помогать с подбором, помогать с подбором, свободно ли яхта или не свободно, свободно для по каютной аренды или для аренды целиком и все вот такие вот вопросы. Поэтому, те, кто работают через меня, можете работать, продолжать через меня, те, кто работают напрямую с SmartDevian Charter Club, ну, выбор за вами. А теперь мы переходим, я так понимаю, к рандомайзеру, на котором уже вышла сумма 59. Екатерин, мы пересчитали с Марией два плюсики, у нас сейчас 49 плюсов, давай вводить в андомайзер число от 1 до 49 и высчитывать, кто же наш счастливый участник. Возможно, все коллеги хотят. Видно, от 1 до 49. Да. И мы бронировать ровно. номер 14. Так, считаем, кто это. По плюсикам в чате. Сейчас, секунду, у меня от волнения все сбилось. 14. Спасибо отдельно рандомайзеру, что нам не пришлось считать до самого конца. Так, 14 плюсик. Раз, два, три, четыре. У меня получилась Ольга Еремеева. Да так же. Коллеги, подтвердите. Ольга Еремеева, вы едете с нами на яхту с 20 по 27 августа. Сложите нам что-нибудь в чат по этому поводу. Ольга, включите звук, пожалуйста. Ольга, не может включить. А, вот Ольга, ты что, тут? Угу. Вот, поздравления пошли в чат. Ольга, свяжитесь, пожалуйста, с оргкомитетом по тем адресам, по которым мы получили приглашение о подтверждении. И вам обязательно коллеги все расскажут, как все это будет проходить. Поздравляю, очень надеемся, что потом с коллегами поделитесь впечатлениями от этого путешествия. Я очень волнована, что все, о чем мы сегодня рассказывали здесь, вы видите, пощупайте своими глазами, руками и так далее. Так, коллеги, мы заключаем, да, мы завершаем наш вебинар. Коллеги, спасибо большое за живой чат, за ваши отзывы, за ваши сейчас поздравления коллег и так далее. Очень рады видеть живую аудиторию, счастливы, что провели это время с нами. Напомню, что если вы что-то забыли, вам надо что-то напомнить, просить, пожалуйста, всегда обращайтесь к нам, к Петру. Мы всегда будем рады ответить на эти вопросы, потому что для нас это значит, что вы работаете с продуктом и вы хотите им заниматься, мы всегда вас в этом поддержим. Следите за нашими новостями, будут еще вебинары разные интересные и по отдельным яхтам, и по авентуризму. Оставайтесь с нами на связи, очень вас ценим, желаем успешных продаж и, конечно, с волнением ждем, когда вы продадите когда вы продадите свою первую мальдийскую сапару. Заканчиваем? Заканчиваем. Всего доброго. Спасибо всем большое. Всего доброго. Рад был всех видеть на вебинаре. Спасибо за просмотр. Увидимся.